Качин! Йо-йо-йо-йо-йо! Привет, ребята! Это я, Серёжа, и подкаст «Серёжа и микрофон». Ну, вы включили же, потому что, ну, гость такой, да? А раз вы включили, то надо и быстренько толкнуть вам товар. Футболка. Look at this shit. Шоу. Доступно для вас. Вы со спины-то посмотрите. Сейчас те, кто слушают аудиоверсию, кусают локти. YouTube, давайте, включайте. Посмотрите. А? Качество волшебное, неземное качество. Вот у меня у самого такая, это, кстати, моя. Заказывайте, смотрите Look at this shit show здесь у меня на каналчике. Поддержите наш канал. Мне почему-то кажется, я всё неправильно рассчитал. Это всё один хрен убыточный для меня. Ну, хотя бы, не знаю, в маленькие минуса уйду. В общем, это вам надо. Это их ограниченный тираж. И больше, наверное, не будет. А может, и будет. Короче, заказывайте. Ира Горбачёва. Ребята, просто рекорд мира по осмысленности мы поставили здесь. Ирина, в основном. Она, я почти всё молчал, как бы. Я вас сегодня порадую. Классная беседа. Побольше бы таких. Спасибо большое компании WayRay за поддержку нашего подкаста. Без них мы кто? Никто мы без них. И моей команде спасибо большое. Даня, Ира, лучшие на свете люди в транснациональной корпорации Big Numbers живут. Начинаем. Здравствуй, Ира, привет. Привет. Привет, какие мы клёвые, да? Ну, давай, давай, изложи мне всё, 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 просто жизнь, душу у меня открой свою. Давай, давай, я слушаю. Я прекрасный слушатель. С какого момента начальство? Всю, 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 всю свою жизнь, всю, всю свою душу. Вот, в общем, у меня сейчас всё классно, хорошо, здорово. Я счастливая женщина. Ничем не занимаюсь. Классный подкаст у нас, да? Да, и нечего рассказывать даже. Подкастинг — это так здорово, да. Вот, я обещал вам, что Ира изложит, значит, мне все свои детали, свои души. Вот, пожалуйста. Души у неё нет. Души. Как дела вообще? Офигенно. Вообще прикольно. Блин, так классно на самом деле. Да? Серьёзно. Кайфы. Любишь флешбеки? В каком смысле? Не знаю. Типа в своей голове? Сам не понимаю. Сейчас будет... Будет... Конкурс. У меня будет вот такая штука. Ты подготовился или кто-то из тех? Блин, я сейчас разлил чай. Молодец. Да. Это... Не знаю, видно вам или нет. Это скриншот. О, хорошо. Так. Директа Инстаграма. Директа Инстаграма? Да, моего. А. 2015 год. 24 декабря. Так подождите. Это ровно... Ровно почти как мы записываем. Сегодня хочешь слово? Так, Ира? 22. 22. Ну вот, да. Ты мне написала. Ты помнишь? Нет. Чё, не помнишь? Правда не помнишь? Ну, правда не помню. Напомню, что я написала. Я-то... Я-то помню. Ты-то понятно, чё не помнишь. Сергей, два смайлика. Вы очень смешной. Знак послесания смайлик. Это точно не я. Это ты. Приходите к нам в театр Мастерская Петра Фоменко. О, боже мой. Сделаю пригласительное. Но это не год назад. Просто захотелось вас к нам пригласить. 2015 год. Ну, а, ну да. Я зашёл. Я думаю, кто-то пишет-то вообще. Конечно. Посмотрел. У человека 25 тысяч подписчиков. Это была ты. 25 тысяч тогда было? 25 тысяч. Быть того не может. Я посмотрел. С чего там было 25 тысяч? Больше не было? У меня в 2016-м только всё бомбануло. У меня было 5 тысяч подписчиков. Документ есть. Где там написано? Я этот самый, как один пациент. Да, хорошо. У меня документы. Я зашёл. 25 тысяч человек. Так это немного. Мне было очень много, если это на то пошло. У меня 5 тысяч когда было. Я была в шоке. Я такая смотрела, типа, в смысле 5 тысяч? Кто вы? Какого фига вы на меня подписаны? Ты помнишь себя в 2015-м году? Вот давай возвращаемся. Закрой глаза. Закрой глаза. 2015-й год. Где ты это пишешь? Кстати говоря. Наверное, я в театре. В театре, да. Это ледово. Да, да. Помню себя в 2015-м году. Очень хорошо. Ты сильно изменилась? Очень. Очень. Прям кардинально. Как? Душу изливай. Душу давай. На распашку. Вот так. На распашку. Слушай, ну я стала совсем другим человеком. Я даже не знаю, как тебе объяснить. Другое это лучше или хуже? В моём понимании лучше. Что? Свободнее. Свободнее, да. То есть в том плане, что если говорить про 2015-й год, то я была немножко таким человеком... Вокруг меня было очень много табу, которые я сама себе наставила. Типа, это можно, это нельзя. Здесь надо, здесь не надо. На тот момент театр — это моё всё. Это самое главное в моей жизни. Ну и, наверное, я вообще... Да, я на тот момент, и в 2016-м только началось, я была безотказным человеком. То есть я вообще не умела отказывать никому. И была гипер такой, знаешь, как бы стерильно хорошей девочкой. Почему? Ну я такой была вообще как бы годами. А вот я помню, у меня была такая же фигня. Я могу рассказать, почему у меня так было. Я боялся, что я кому-то разонравлюсь. То есть это был конкурс... Конкурс, господи. Конкурс. Конкурс. Понравься. По всем. Комплекс Суперменов у меня был. Я должен всем нравиться. Все... Конечно же. Все... Всех можно удовлетворить. А сейчас не так? Нет. Ну я просто понимаю, что... Свою прическу. Я был сегодня в паримексе. Ну вот. Даня сказал, что я жених. Я к тебе готовился. Класс. Да. Вот. А ты почему боялась? Или не боялась, почему не отказывалась? Так, на самом деле, это же, ну, как бы, это огромный-огромный такой период в жизни, когда ты все делаешь только для того, чтобы тебя похвалили. То есть, вот этот вот кнут, пряник, в котором ты... Типа, я не выбираю его, кнут. Я поняла, как добывать пряники и только пряники. Вот. И ту любовь, которую я хотела испытать к себе, вот, наверное, такую, знаешь, в том числе и материнскую. То есть у меня мама не стала, когда мне было девять, и у меня была бабушка. Ну то есть, а бабушка очень сухой человек. Ну то есть, она настолько, как бы, безэмоциональна в плане тактильности. То есть, она даже сейчас, вот бабуля сейчас в 90-е стукнула в этом году, и ее обнимаешь, и она вот только сейчас еще такая, типа, моя хорошая. И потом, вот прям даже, знаешь, ее минуту нельзя продержать в объятиях. Она такая, ну, все-все-все-все-все-все-все. А ты, кстати, тактильная очень. Я тактильная. Я тактильная. У меня вообще язык любви — это тактильность. Есть такая книга, кстати, слышал про книгу «Пять языков любви». Я ее написал. Нет, не слышал. Я ее написал. Я ее написал, конечно. Первый язык. Подожди, там есть еще шестой. Там есть еще шестой. Я покажу тебе как-нибудь. Нет, не слышал. Вот, ну вот, услышал. Знаете, «Пять языков любви». Вот, почитайте на досуге, кто не слышал про такую книгу, а лучше можно даже послушать в аудио и вообще классно. Так вот, да. И я хотела, знаешь, собрать эту любовь вообще ото всех. И мне было, на самом деле, даже все равно. Потому что я вот была вот таким пионером, который всем помогает, везде убирает. Бабушке какой-нибудь, типа, там, на огороде летом копай, поли, пропалывай, точнее, там, типа, поливай и так далее. И она тебе дает конфетки за это. А ты, как бы, вроде бы не совсем за конфеток, а просто потому, что она тебе говорит, какая ты хорошая. То есть я даже убирала там, ну, у нас как бы там Подмосковье, и надо было там всегда, знаешь, подмести. Так вот, я подметала так, что поэтому можно было вот босиком ходить, у тебя ничего не оставалось. То есть реально я вылизывала все тропинки свои, чтобы бабушка, естественно, первая, кто мне сказал, типа, «Ой, как ты убираешься?» «Как ты, как ты?» «Вот никто, твои братья не убираются, они, типа, гады, а я такая идеальная». Вот, потом я выходила во двор, ну, то есть за калитку. То есть, типа, бабуль, смотри, я еще за калитку убираюсь, то есть папину машину обязательно помыть, если она стоит грязная. И дальше просто, вот, знаешь, вот электровеник, который вот просто ребенок, которому надо куда-то энергию девать, и просто иду, и машу веником, и уже ко второму дому подхожу, и возле этого дома убираюсь. И кто-нибудь из окна мне там, «Ой, молодец, а наших-то там Настю-то не это самое, а Ирка там другая там сидит, ничего не делает, а вот Ирочка, какая молодец». Ирочка такая, знаешь, как эта собаку, которую вот так вот, она хвостиком виляет, только я вот так вот веником. И убирала полностью еще чужой двор. Получается, в какой-то момент мне пришло насыщение? Так я поняла? Нет. То есть я просто, знаешь, эта тварь под названием «хорошая девочка», ну, то есть, типа, этот монстр, он же ненасытный, то есть он прям, знаешь, как это, как Халк, просто жрет, 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 а потом, типа, я хорошая девочка, кому помочь, иди сюда, я тебя спасу, я тебе помогу. И я реально, то есть, мне достаточно было вписаться в какую-то историю просто потому, что меня кто-то подошел, значит, там, по плечу похлопал такой, типа, «Ирк, ну ты же с нами? Ну ты же с нами». Как я тебе. Ты же братан. Как я тебя раскрутил на подкаст. Нет, нет, на самом деле нет. Если бы мне было неинтересно, если бы я не сгодила, сейчас бы я тебе сказала, типа, не. Где была точка поворота? Как это случилось? 2016 год, когда Инстаграм бахнул. То есть, вот там, из-за того, что шло какое-то нереальное количество предложений, и просто мой телефон начал вдруг разрываться, и мой номер узнали, блин, все, я в какой-то момент просто начала соглашаться на все. Ну, то есть, просто мне туда позвали, я такая, ага, я сейчас приду, туда позвали. И у меня было такое, что у меня было там, типа, в день 10 встреч. 10 мазафаков встреч. И среди них еще там какая-нибудь фотосъемка, а может быть и две. И я просто вот так вот бегала с какими-то такими глазами, еще параллельно у меня театр и так далее, и так далее. И в какой-то момент, когда я уже поняла, что у меня уже все, я поняла, что да, надо пробовать отказывать. А как это делать? Я это не умею, мне неудобно. Потому что все... Это так круто, что люди манипуляцией могут заниматься бесконечно. Ну, то есть, а ты, ну, грубо говоря, как долго ты можешь оставаться, блядь, этим осликом, вот сколько ты можешь ввести, вот столько и будут находиться те люди, которые будут на тебя садиться и ехать. И как только один раз ты кого-нибудь скинешь, вот это, знаешь, как запускается какой-то такой, типа, бумеранг, и ты понимаешь, что через время он все равно к тебе возвращается, потом ты такой, еще раз, еще раз, и людей становится меньше, которые к тебе подходят. То есть, они сначала обижаются, ты такой, я хорошая, просто я не могу, мне тяжело, я не вывожу, вы не понимаете. Но ты же это им не говоришь, ты как бы, типа, хорошо. И потом дальше все больше и больше начала это практиковать. Мне это было, ну, года два я пыталась это внедрить в свою жизнь, пока это не стало для меня путем... Ну, и к знакомству вообще в мою жизнь всегда приходят люди в определенный момент, те, которые мне помогают, знаешь, ну, как бы выйти на какие-то новые, другие этапы в своей жизни. И это был, знаешь, переходный момент к пониманию себя, к пониманию того, что это моя жизнь, это не ваша жизнь, и я хочу ее жить так, как я хочу. А вы хотите жить свою жизнь точно так же, как вы хотите, только вы это делаете за счет других людей, напрягая их, ну, у вас, как бы, язык ваш, манипуляция. И имя, блядь, вам манипуляция. А я, как бы, такая, типа, лохушка. Так вот, я, типа, я не лохушка, теперь я хочу жить свою жизнь. Если вам это не нравится, идите в жопу. А знаешь, что еще бывает? Клеймят же. Ты говоришь нет, значит, ты зазвездилась. И классно. И тварь стала. Вот и по барабану. То есть вот я через время это смогла ощутить в себе. Потому что сначала, конечно, мне было сложно. Потому что, там, уходя из театра, я, знаешь, оправдывалась и разговаривала чуть ли не с каждым артистом. Просто типа, ну, пойми мне. И, понимаешь, придумывала кучу всего. Просто, а фраза была одна. Ну, мне больше здесь не хочется находиться. Да. И в этом нет ни позы, в этом нет ни любви. Я все так же уважаю, люблю и благодарна просто бесконечно тому месту, в котором я работал. Это мастерская Петрофанель. То есть я уже не попаду на спектакль? Нет. Нет. Я уже два года как не работаю в театре. Даже два с половиной. Капец. Потому что, смотри, я же пытался. И я счастлива! Счастлива! Респект тебе. 25-го... А, да-да-да. Я спросил, это в Москве? Я сам недавно переехал. Ты пишешь, да! Интересно, что я посмотрела с тобой, что мне прям захотелось тебе написать? Я не знаю. Что-то я... Может, Реву-то, скорее всего. Наверное, да. Либо я... Инстаграм же я тогда вел, смешно. Я делал бьюти-блоги свои. Да, да-да-да. И я потом спрашивал еще два раза. Может, я к тебе подкатить хотела? Вряд ли. А потом, ровно через год, 24-го января, я не знаю, что за херня, ровно через год, в 2016-м году... Ровно прям через год. В 24-м января. Я тебе пишу. Ира, поздравляю с успехом. Пригласительный еще в силе. А я что? Конечно! Еще больше смайликов. Я говорю, приглашай тогда. А я что? Ок! Смайлик! А ты что? И три усадительных знака. И пропало! Короче. Да. Так ты и не сходил в театр, и не посмотрел, как я великолепно играю. У меня есть любимая поговорка. Бери, когда дают. Да. Я же тебе такой, типа, ну ладно, одолжение, типа, сделал. Надо было сойти. Да, сойти. И написать еще раз, типа, ну так чё? Где? Где, а чё? Не особо тебе это было нужно. Я тебе так скажу. Честно говоря. Честно говоря. Я не люблю театр. Я не люблю тебя. Я просто тебя не люблю. Я тебе позвал, потому что у тебя... Правильно. Я не готов сейчас говорить, люблю тебя, я не люблю. Театр — это, как правило, хрень. У меня было неприятное... Что? Я сейчас... Подожди. Что? В каком городе? В моей практике. Подожди. В твоей практике в каком городе? В Москве. Знаешь ли такую актрису Ольгу Лапшину? Да. Она еще бест. Ольга, она мой бро. Талантливая и вот такая. Да. Она снималась у меня в клипе диджей Огурца. Вообще играла Чака Норриса, она еще идеальная. Да. Вот. Она супер, у нее чувство юмора, да. И она говорит, Сережа, ты должен полюбить театр, ты не понимаешь. Мы с ней там снимались вместе. Мне не нравится, что ты говоришь про театр. Ты, видимо, не видел хороших. Я говорю, ну, наверное, да. Короче, буду тут, значит, сказки Пушкина театра, спектакль. Ставит какой-то там иностранец. Театр нации. Театр нации. Она мне выбила пригласительные. Там просто невозможно было попасть. Пугачева была в этот день, там лежит сидела. Просто аншлаг. Все звезды сошлись. И все звезды во всех смыслах сошлись. Миронов на сцене, все дела. Я такой, ну, сейчас я так полюблю театр. Просто. Я говорил ей, понимаешь, Ольга, в чем проблема? Театр, вот в какой-то момент все начинают делать такие движения. И зачем, я не понимаю. И кататься по сцене в черных костюмах. Такого не будет. Она говорит, нет, ты что? А там прям... Сразу. Причем. Я ушел в антракте. И Ольга узнала об этом. А я и не сказал, что я ушел. Было так неловко. Вот. Я... И что, подожди. И все больше? Ты не ходил в театр? Ну, нет, я ходил... Знаешь, когда я ходил? Я ходил... Ну, в Гогольцентр-то ходил? Нет. Меня Кукушкин зовет туда постоянно. Не ходил. Кукушкин всех зовет куда угодно постоянно. Кукушкин вообще. Отдельная песня. А я, знаешь, куда ходил? Я ходил много раз в... По-моему, в театр Моссовета, когда еще был жив Юрский. Я все спектакли с ним посмотрел. Потому что он мне всегда очень нравился. Почему-то? Потому что он артист. Да, он офигенный. И его абсурдистские эти вещи он ставил. У него был театр абсурда. Тоже посмотрел. Все. Вот это мне было понятно. В целом, театр вообще не мое. Ну, ты же ходил на его спектакли? То есть ты же не просто так ходил? Я ходил смотреть на Юрского. Он мне очень нравился. Не, на самом деле, просто... Это, знаешь, это как... Подожди, что я тебя перебью. Мне кажется, большинство людей, не это искусство, ходят в театр посмотреть на известного человека. Как я ходил. Однажды я был где-то в спектакле, где играл Маковецкий. Все сидели, скучали. Просто... И ты скучал. И тут выходит Маковецкий на 30-й минуте. И по залу. Маковецкий, 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 Маковецкий. До меня дошло. Ну, вот такой вот я... Слушай, ну, на самом деле, ты просто... Это вот игра, как начинать читать книги. Ну, то есть тебе дадут, я не знаю, что-то абсурдное, или там, не знаю, Улиса дадут. И ты такой... Это что? Это как это читается? И зачем? Или у меня вот бабушка меня прививала чтение с мифов Древней Греции. Не заходило это вообще мне просто. Меня насильно заставляли. И я прям не смогла научиться читать. Вот любить чтение. Даже сейчас, наверное. Вот. И с театром такая же штука. То есть если ты попал на то, что вообще не твое раз-два и три, то все, дальше ты можешь подумать, что типа, да, в принципе, театр не мое. На самом деле, нет. Мэджик театра — это... Ну, это так круто. Я на самом деле очень люблю театр. Вот даже... Я тебе так скажу, я даже больше люблю быть зрителем в театре, нежели на сцене играть. Вот это точно. То есть видеть этот мэджик мне всегда было интересно. Вот когда... Вот прям, знаешь, типа, гаснет свет, колокольчики или еще что-то, и вот просто начинается действие. Вот эта вот сказка, в которой ты делаешь вид, что ты веришь в то, что там эти люди — реальность. Ну, то есть это там время, это реальность, и что они не артисты, а настоящие персонажи. У меня моя любовь к театру, наверное, началась с театра Райкина. Вот. И я увидела, по-моему, спектакль Бутусова «Макбет». Или же Ричард. Ричард Третий. То есть я помню, что... Ну, я и тот, и тот смотрел, я не помню, какой первый. И для меня это было таким вообще вдохновением. То есть я просто такой... А-а-а, шок. Хотя я помню, что даже еще до того, как я поступила в театральный, я пришла в театр Пушкина. По-моему, в театр Пушкина. Или... Нет. Это МХТ имени Горького было. Вот. И там был какой-то спектакль. Я даже не смотрела. Я не помню, что за спектакль. Но мне было тупо интересно. Вот этот вот мэджик, что я смотрела, и такая... А-а-а! Они делают вид, что это реальность. То есть, типа, этот забор, как в деревне. На нем реально ведро, банка. И тут сено. И они тут все ходят в костюмах. И слышно петухи там, еще что-то. И они там что-то играют. То есть я их разглядывала. Я прям разглядывала артистов. Я разглядывала их, знаешь, типа, мимику. Что они говорят, типа, друг другу. И рассматривала детали. Но мне просто был интересен... Вот этот сам феномен того, что передо мной, ну, люди... Даже не то, что, типа, взрослые люди или еще что-то. Люди делают вид, что они... И я делаю вид, что я им верю. То есть они... Это такая взаимо... Взаимообратный такой, знаешь, как это... Обман. Ну, такой, типа, вы сделаете вид, что вы верите в то, что все здесь правда. А мы сделаем вид, что мы тоже верим в то, что это правда. И сделаем... Ну, как это вот странный такой мэджик. То есть с кино чуть по-другому. То есть ты тоже делаешь вид, что это правда. Но там из-за того, что крупные планы, атмосферу тебе могут показать... Это очень похоже на правду. Да, и очень похоже на правду. Особенно если это, там, мокюментари, или, ну, понятно, документально мы не берем в счет. Но либо артисты так классно сыграли и так документально сыграли, существует, что просто такой... Это вот она, прям правда. И в это легче поверить. А в театр чуть сложнее поверить. То есть... А потом уже ты начинаешь... То есть я даже могла ходить в театр, который... Вот мне спектакли не нравятся даже. Я там, помню, была в Одессе и ходила в русский драматический театр в Одессе. Вот. Некоторые мне нравили спектакли, некоторые нет. И я понимала, что в целом плюс-минус как бы репертуар очень такой странный. Но я ходила каждый день. То есть я сколько там была, там две недели, помню, в Одессе. Я почти каждый день, когда вот были спектакли, я ходила в театр. И я прям поняла всех театралов, я поняла вот тех людей, которые, знаешь, вот там... А мы там уже десятый раз на спектакль ходим, или там двадцатый. Мы этот спектакль... Вот есть такие люди, которые... Я точно такой же человек, у меня есть спектакль, который я видела там больше двадцати раз. И я понимаю этот прикол, эта подсадка на этот мэджик, на эту обманку, потому что ты каждый раз приходишь и реально ощущаешь себя ребенком, который такой... Ну, давайте, еще раз. И если это классно, то есть это как... Ну, вот как пересматривать «Любовь и голуби». Я пересматривала «Любовь и голуби» раз тридцать, если не больше, и пересматриваю до сих пор. То есть меня прям прет. Ну, то есть я все знаю, но мне классно. Тут в данном случае театр выигрывает, потому что фильм «Любовь и голуби» не меняется. Может, ты меняешься? Да. Фильм-то не меняется. А спектакль, то уж точно меняется. Меняется, да. Я вот этот момент тоже очень люблю, потому что это живое искусство, оно сложнее, чем кино в разы. Потому что я раньше думала, что в кино сложнее, а потом поняла, что нет. Да не, я не думала, что в кино сложнее. Я просто думала, что местами в кино сложнее, особенно кастинге сложно. Вот. А уж само кино нет. Я не считаю, что сложнее нет. Кино интереснее смотреть. Я понимаю актеров, которым очень нравится театр, потому что в театре тупо интереснее. Сниматься в кино такая скука. Капец. Я когда смотрю длинные сериалы, думаю, как они все это? Это же так скучно. Один какой-то комедийный сценарист сравнил съемку кино с тем, что ты стоишь у огромного принтера месяц и ждешь, когда он напечатает документы. Документы. Ну, это же очень скучно. Ну, это в зависимости от того, в чем ты снимаешься. А, ну да. Нет, у нас как бы есть вот эта тема единственная, которая меня раздражает, то есть ожидание. То есть, типа, когда... Ты ждешь, ты ждешь. Ты просто ждешь, ждешь, ждешь. То есть, я вызываю, это до твоей сцены, типа, шесть часов. Какого хрена? Ну, то есть, типа, ребят, я все понимаю, но это немыслимо для артиста. Это самое тяжелое, это ждать. Лучше вот просто вот реально из кадра в кадр переходить, уставать от этого, чем нежели, знаешь, сидеть, маяться и все время в ожидании, типа, вот-вот тебя позовут. Вот-вот. То есть, ты даже как бы отвлекаясь, все равно все время ты там. И эта энергия, она все время уходит, а потом тебя вызывают уже в кадр. А ты такой, типа, так, надо сейчас это... Знаешь, как из спортзала вышел. Надо собраться сейчас и выдать. Вот. Но... Нет, нет. Кино — это интересно. Но в кино есть такая штука, я поняла, что... Вот какой мой интерес. То есть, мне важно еще сыграть сцену для цехов, которые вокруг. Раньше я этого не понимала, и вообще, как бы, мне важно было просто сделать. Вот просто, знаешь, сыграть так, чтобы режиссеру понравилось. Все. То есть, больше мне ничего не интересовало. А потом, когда я поняла, что, ну, опыт появился в игре, я себя начала, как актриса, чувствовать увереннее. И я поняла, что, блин, да нет, я хочу играть и для площадки. Даже несмотря на то, что... То есть, как для зрителя. То есть, чтобы я своей игрой взяла еще внимание площадки. Вот это для меня стало каким-то, знаешь, челленджем. То есть, я поняла, что, блин, если ко мне кто-то подойдет из цехов и такой скажет, классно, было сейчас классно, прям круто сыграло, или там кого-то увижу там со слезами, я такая, да. Вот это, значит, тогда пробьешь... Эти люди не врут. Не врут. Прежиссер там может тонкую игру вести. И более того, да, и более того, следят за... Каждый следит за своим нюансом. Кто-то за звуком, кто-то за светом, кто-то за мейкапом. Вот. И на твою игру не так часто вот смотрят, а чтобы именно их взять, вот знаешь, вот так вот, ну, как бы и подключить к своей игре, это прям задача. И вот в этом плане это интересно. То есть, ты прям понимаешь, что каждая сцена для тебя вызов. Ну, то есть, и это клево. Угу. Я внимательный слушатель. Меня чморя, что я постоянно перебиваю. Да. Ты часто перебиваешь людей? Это надо у них спрашивать, не знаю. Нет, я думаю, что нет. Не часто, не часто. Раньше, да, много. Либо, знаешь, отшучивалось. То есть, пока человек говорит, ты начинаешь сразу каламбуры вставлять. Вот это вот, знаешь, типа... Я смешной, я смешной. Да, 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 да. То есть... Кто это скажет? Первое, что я заметил в тебе, мы с тобой виделись пару раз. Да. Последний раз, по-моему, было на медиа... На медиа... Что-то типа в столовке мы виделись. Да, мы виделись. Ты всегда заходила с ногой. Такая... Ха! Па-па! Та-да-да-да! Вот она я! В столовую? Не расслабляешься. Ну, типа, вот, да, когда видишь кого-то. Когда тебя увидел здесь, когда ты снималась у Стаховича, ты такая-то расслабленная такая, типа никому ничего не пытаешься доказать. Понравится, опять-таки. Конечно. Ну, то есть, это тоже, это же зажим. Ну, то есть, это даже не типа понравится. Это просто, знаешь, как бы первое, что идет. Вот как у некоторых людей есть момент закрыться и просто уйти в себя, да, там, типа, и стать... Чего-то он какой-то неразговорчивый, молчаливый. Вот то же самое, это обратная сторона медали. Типа, а, пу-пу-пу. Я потом в какой-то момент начала замечать, что, ну, допустим, стоят два моих друга, общаются. А я просто, блядь, как на барабанах. То есть, вот просто, знаешь, так... То есть, я просто... И я в какой-то момент такая думаю, а что я делаю? То есть, я не то, чтобы расслабиться, побыть даже в обществе мужчин, не корчить себя все время бро-бро-бро. И вообще не... Вот это, знаешь, как бы... У нас интересная беседа. Если вам не о чем поговорить, я вам сейчас еще что-нибудь скажу, еще что-то. То есть, вот просто все время быть на барабанах, я это назвала. И я потом начала следить за собой. Такая, так, а здесь я чего-то суючусь. То есть, это суета. И вот только сейчас, вот, знаешь, наверное, какой-то период у меня... Начался, наверное, с пандемии. Я начала учиться расслабляться. Расслабляться в моменте, вообще как бы забивать и позволять себе просто быть. То есть, типа, зачем я сейчас суетиться? Просто расслабься. Только чувствую, что... Ну, грубо говоря, вот там... Даже нет. Когда ты уже реагируешь, все, ты уже не расслаблен. То есть, позволить себе вот просто фрилансить, вот так вот назову. То есть, не знаю... Плавать, плавать на серфе. Я вот думаю о твоих словах и, наверное, понимаю, почему мне всегда не нравился театр. Именно потому, что я не мог довериться. Типа, давайте представим, что сейчас все по-настоящему. Ты как честный человек такая, давай. А у меня из-за Рива-ТВ, из-за всего, из-за того, что я был постоянно в этом, в атакующей такой позиции, да, она уже все, она уже со мной сроднилась. Я не мог расслабиться настолько, чтобы принять вот эту игру. Мне хотелось ее атаковать. Это же глупо, вы же не видите. Это же идеотизм. И я сам себе не мог признаться, что мне нравится там или не нравится. И так же в беседе иногда. Я только тоже недавно научился, ну, просто быть. Иногда, ну, если у тебя мало энергии, что из себя изображать? Ну, знаешь, на самом деле, вот по поводу театра тоже, я была очень часто таким человеком-локомотивом. То есть я просто перла. То есть, типа, пришел зритель, я должна выдать. Вот тоже я тебе сказала, типа, про шоу, да, типа, пришел на шоу, как бы, будь любезен. Сказала до начала. Да, до начала. Но при этом все равно, если это во мне есть, тоже, вот очень важный нюанс. То есть, если во мне есть драйв и настрой, и мне интересно, и мне прям, ну, как бы, клево, тогда делай. Если нет, ну, постарайся не проваливать и тянуть, коль ты уже пришел куда-то, но и при этом, вот я говорю, не вздрючивать себя. И в театре вот у меня была долго такая история. То есть я была прям, знаешь, как этот экскаватор, который прям бульдозер такой, вам сейчас всем очень понравится, я отработаю все ваши деньги, вы пришли не зря. И то есть, что бы ни происходило, в каком бы я ни была состоянии, то есть если некоторые артисты позволяли себе, ну, там, ну, сегодня у меня настроение не очень... Погоди! И играть как-то так чуть-чуть... А разве профессионал не должен так уметь? По идее, по идее, с одной стороны, это как, знаешь, это как идеализировать вообще людей. Типа, батюшка не должен там то-то, то-то, и ругаться на людей, и вообще там что-то, то-то. А учитель не должен это, а артист не должен так себя вести. То есть это, ну, это вот, когда ты стерилизуешь людей. Все мы люди. То есть, и понятное дело, что у кого-то действительно сегодня он там стал с Будуна, у него драма в личной жизни, и не может он тебе выдать вот тот момент, когда он был там в хорошем настроении, и вообще у него все было классно, и он там по-другому играет человек. Но раньше и меня это бесило. То есть я такая, в смысле? Это армия! Это профессионализм! И то есть если человек играет в полноги, и я это вижу, вижу какую-то халтуру, у меня была такая лютая ненависть. Потому что ты-то... Да, я такая, в смысле? Я себя насилую тут, а ты... Нет, даже не то, что я себя, а просто типа не имеешь права. Вот как бы зритель пришел, он заплатил деньги, ему надо показать классное. То есть то, что мы сделали, какого хрена ты себе позволяешь. Мне прям была такая иногда ненависть, что мне хотелось прям ударить человека. То есть я прям готова была реально подойти, просто прям, знаешь, как леща отдать, сказать, ты, блин, нахренел, что ли? Ну, соберись! И вот эта вот категоричность, плюс это в первую очередь то, как я сама хочу, чтобы было. То есть должно быть по-моему, не по-вашему, не то, как вообще вот... А по-моему. И вы все должны подстраиваться под меня. То есть моя воля, ваша неволя. То есть я очень долгое время, помимо того, что я была монстром, хорошим человеком, который, вот я говорю, хорошая девочка, которая всем помогает и все такое, но обратная сторона медали этой хорошей девочки, это типа полное подчинение. Нет, я думаю, что... Чего нет? Нет, подожди. Это не ты решила. Скажи, скажи. Это не ты решила. Ты прикрывалась профессией. Артист же должен на максимуме существовать там как-то, да? То есть он же должен... Прикрылась профессией в каком смысле? Ты требовала от коллег на 100% выкладываться, потому что так правильно. Это не ты придумала. И не только. И не только. Тоже, знаешь, идеализировала очень много. То есть из разряда... У меня не было такой, знаешь, семьи, которой бы мне хотелось. Типа, братья, мы так друг друга любим. Ребята за меня заступаются. Мы там все вместе. Ули-лю-лю. Вот этого, когда не было, а ты хочешь этого, то ты пытаешься это восполнить где-то в другом месте. И как только у тебя появляется коллектив, где кто-то похож на папу, кто-то похож на брата, кто-то похож там... Типа, вот такая бы у меня была бы сестра. Или там еще кто-то из родственников. И все. И ты сразу начинаешь обкладывать себя людьми, типа семьей. И типа, ну вот здесь-то все возможно. Они меня любят. Я им нравлюсь. Я хорошая. Я все делаю. И я еще очень, знаешь, как это... У меня такие моральные ценности настоящего артиста. Ну типа, артист должен тот, и тот, и тот. Но при этом это же накладывается... Ну то есть ты притягиваешь ту энергию, которая есть в тебе. И все. То есть она просто как бы вышла. Но на самом деле это я была таким человеком. Я была тираном внутри. И наверняка до сих пор в чем-то очень сильно остаюсь тираном. То есть я его все время ловлю. Я все время, как бы, мне приходится извиняться за то, что я там резка, не сдержанная иногда. Ну то есть, типа, у меня такое происходит. Но я вот над этим работаю. Потому что это мой, как бы, тиран. Я тиран. В каком-то смысле. Ты теперь фотомодель еще? Не только тиран. Ну давай, поговорим. Ты мне в прошлый раз сказал, да? Что-то у тебя одни фотографии. Что такое? Что-то у тебя одни... Мы не это покупали. Стоп! Мы не это покупали. Что ты... Откуда... В смысле мы не это покупали? Что ты там купил? Подпись мою, да? Подписался на меня и отписался. Да, ты в какой-то момент стала фотомоделью. Я теперь смотреть и могу в таком ракурсе быть. Могу вот так сделать еще и могу лечь. А я всегда и была. Просто не знала об этом. Дорогой. Что мне прокомментировать? Почему у меня много фотографий? Прокомментируйте, пожалуйста. Какого хрена? Прокомментируйте. Типа, почему мало скетчей? Во! Я к этому и веду. Я к этому и веду. Ну, так и говори, блядь так. Публика на тебя давит? Нет. Ты же как бы... Раньше давила. Раньше... Нет, раньше говорили, что, типа, мало веселых видосов. Но я это делала нарочно. Это делала... Я останавливала свою собственную машину, в которой я разогналась. И я уже понимала... Ну, поняла, что я становлюсь заложником образа. Образа в первую очередь. То есть человек, который все время вот это... Я начала меняться. И мир мой начал меняться. Я поняла, что... Либо я сейчас буду, блин, пипец, как бояться, что от меня разбегутся все подписчики, а за ними, типа, уйдет реклама, деньги и так далее и тому подобное. Ну, то есть, типа, как бы... Вся моя популярность... И эта Ира уже не та, не та. Вот это вот все. То есть я поняла, что... Либо я сейчас вот этого буду очень сильно бояться, либо я могу... Это сама в себе вот как бы просто, типа, в стопе. Все. Допустим, этого нет. От тебя все отписались, твой аккаунт украли, или, я не знаю, все, что угодно произошло, и ты теперь вот... Ты сама по себе интересна или нет, как личность? И я поняла, что да, я интересна как личность, то есть я не просто веселая петрушка. Когда мне хочется подурачиться, я это делала. Но я это стала делать ровно тогда, когда мне прям хотелось, потому что я с этого и начинала. А потом я начала, знаешь, как это, штамповать. То есть такая, типа, ой, два дня уже не выпускала видос, надо видос, срочно видос. То есть я так думаю, блин, так это же вообще трындец. Ну то есть я просто рехнусь тогда. И что, всю жизнь так? Нет, я не готова. Я прям постепенно, поступательно начала убирать персонажей. Хотя мне даже иногда хотелось, но я такая стопе. Потому что зритель, как такая штука, скроллит ленту. Он вот сейчас съел, посмеялся, написал там и забыл на самом-то деле. То есть он такой «Класс! Давай еще больше!» И дальше. Самое смешное, что видел в жизни. А у тебя выжимка только из того, что «А-а-а, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай!» И тебя все, блин, подталкивают. «Давай-давай-давай-давай-давай!» А им уже все равно на самом-то деле. То есть они уже как бы переключились. Они как, ну знаешь, как вот ребенок. «А-а-а, что, все, а видос, а вот тут смешной видос. А вот тут все, ты забыл это». А у человека это становится каким-то его, знаешь, как маньяком, который его преследует. «Наркота!» «Зависимый становится!» И я поняла, что я в какой-то момент реально от этого зависима. Я даже начала, помню, когда у меня подписчики начали уходить, там отписалось 200 тысяч. Да, 200 тысяч, все верно. Сколько у меня сейчас? У меня стало... Я даже не заметила. У меня стало 1,6 вместо 1,8. Что-то я чувствую, что это изменилось. Нет, нет, должен был заметить. Может показалось? Нет, ты не видишь, что у меня что-то изменилось. С лучшей стороны, да. Подписчиков стало меньше. Да. Вот, да. И я смотрю, это какой-то расслабленный. Так вот, и в общем в какой-то момент я прям помню, что у меня начало парить. А-а-а, все, уходит, уходит. Потом, блин, да пускай. Все, даже, ну, то есть это все волнообразно. Ну, то есть, типа, у всех артистов всегда есть пик популярности, потом он сходит. Есть артисты, которые, нет, я держусь всеми силами на этом пике и делаю, делаю, генерю, генерю. И, типа, да, это тоже вариант, но за этим столько я вот вижу этого стресса, потому что я сама в нем была, я сама это испытала. Я понимаю, такая, о-о-о. Ой, это видео меньше набирает, видимо, я теряю популярность. Ну, типа того, да, не зашло, переживать, вот это все, нет. Тут шизофрения, потому что публика одновременно Да мы попали, прости, еще в то время, прости, я перебила тебя, мы еще запомним, что ты хотел сказать, мы просто попали в то время, в котором мы не знаем этих результатов. Ну, то есть, мы пошли в этот эксперимент под названием социальные сети, но мы не поняли, куда это нас заводит, мы не знали последствий, с которыми мы будем сталкиваться, поэтому мы как вот, грубо говоря, сейчас как у ребенка забирают гаджеты, ему говорят, типа, эй, ты много проводишь времени там, а ты сколько проводишь времени? Сколько у тебя время показывает, проведенное в неделю или там в день? Сколько ты тратишь на гаджет? Ну, то есть, это то же самое, то есть, мы те же самые ненасытные дети, которые могут скроллить ленту, и когда, знаешь, там инстаграм сказал, типа, сделал ограничение, что, типа, ты посмотрел всю ленту, да, а потом раз и убрал. И я помню, что, блин, зачем они это сделали? Потому что ты просто в какой-то момент начинаешь вот это вот листать, 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 пока тебе не стошнит, наверное, вот пока ты не будешь ощущать тошноту эту. Это жесть. Что ты хотел сказать, прости? Я хотел сказать очень умную мысль. Давай. Я возвращаюсь к ней. Короче, это шизофрения, потому что публика одновременно хочет, чтобы ты не менялся, и ты ее заколебал. Да. Ты делаешь одно и то же, но не меняйся. Да, то есть, да, да, и одновременно, типа, достала, заколебал, или еще что-то, или там, ты везде, или еще что-то такое. Это я тоже понимаю, ну, то есть, пресыщение. И, наверное, в какой-то момент я тоже вот по поводу пресыщения тоже у меня был момент, я сначала его боялась, такая, ой, надо дозировать, дозировать, дозировать себя, появление там в чем-то. А потом поняла, что, окей, я и так буду это дозировать, потому что я выбираю, в чем участвовать, а в чем не участвовать. И выбираю я только то, что мне, а, нравится реально, и я понимаю, что это мне и выгодно в том числе, ну, то есть, типа, в плане, там, финансов. Я делаю рекламу. Я теперь у меня скетч только тогда, когда я делаю рекламу. Ну, то есть, типа, я делаю скетч и внутрь зашиваю или под рекламу делаю скетч. Скетч, пожалуйста, реклама, пожалуйста, все супер. А так, чтобы без рекламы? А без рекламы не хочется. Это не странно? Нет, не странно, потому что мне заказывают рекламу, я придумаю рекламу, все. Типа, знаешь, а без рекламы? А я думаю, а нет, а я буду с рекламой. Только с рекламой. Блин, то есть, получается, ты разлюбила юмор? Без денег нет юмора? Что ты сейчас делаешь? Да ничего, я просто разговариваю с тобой. Я ведь в такие же петли время от времени попадаю, потому что публика меня все время спрашивает, где Сережа и микрофон? Им на самом деле он нафиг не нужен. Они просто привыкли, что я его делаю, да? И просто спрашивают тебя. И я так подумал, что пандемия, все непонятно, я не хочу быть заражен, я не хочу и я не буду его делать, тем более, что я не скажу, сколько я его лет уже делаю, дайте мне снова полюбить этот жанр. Нет ничего хуже, чем делать что-то без любви, да? Однако, мне же нравится шутить, да? Я вдруг понял, что я тоже начинаю делать юмор, только когда приходит денежка. Вот так не должно быть. Донатик капает. Донатик капает. Наверное, так не должно быть. Все-таки иногда хочется просто сделать что-то смешное. Не, если тебе хочется это сделать, то делай. Мне не хочется. Ну, то есть, типа, мне хочется иногда записать какой-то сторис ровно в тот момент, когда мне это хочется. Я это делаю. А вот так вот, чтобы я прям, знаешь, сейчас заморочилась и такая, так, это все равно мой момент такой, надо. Ну, типа, надо, знаешь, как это, что-то рыбок давно не кормила, надо подкормить. Ну, то есть, это не... Нет, у меня сейчас вообще все по-другому. У меня все поменялось. У меня я поменялась. У меня другие интересы, даже так. И страница об этом точно так же говорит. Мне действительно интересно работать с разными фотографами, которые могут по-разному на тебя смотреть. Мне интересно в этом жанре раскрываться, потому что, ну, во-первых, я актриса. Мне кажется, ты в себе еще девочку нашла. Да, конечно. Женщину, прости. Женщину. Какую девочку, о чем я? Шестой язык любви, о чем я, да. Женщину. Ты от себя кайфуешь сейчас? Да. Да, ведь? Да, да. Вот она какая. Я. Вот она я. Я считаю, что вообще, на самом деле, это дико крутая практика. То есть, она... Даже мне кто-то что-то, вот, я говорю, спрашивает там, типа, а вот как там полюбить себя, там все такое. Я понимаю, что иногда действительно нужно сделать несколько фотосессий. Вот тупо. Надо себя увидеть красивой. То есть, мало смотреть в зеркало и просто там, знаешь, надо вот этот образ зафиксировать и иногда к нему возвращаться. То есть, почему начались вот эти все бесконечные селфи в определенном ракурсе, и ты можешь смотреть одни и те же фотографии. Именно из-за того, что девчонки раскусили. Типа, блин, я себе, когда сама себя фотографирую, нравлюсь. Мне я красивая. То есть, удачная фотография. Потом, ой, неудачная фотография, не тот ракурс и еще что-то. Но при этом ты понимаешь, что это работает. То есть, девчонки начинают себя больше любить. Но, с другой стороны, это порождает еще какую-то другую историю, вот как, знаешь, девушки, которые начинают пользоваться всеми этими, как, фейсапами и так далее. Фейстюн. Да, где они... Как ты изобразил, что не знаешь этого? Фейстюн? Ловко. Да. Фейсап. Ну, я думал, фейсап. А фейсап тоже есть? Да. Ну, короче, это самое, тюнит себя всячески, и ты понимаешь, что вот это шизофрения, потому что ты не принимаешь себя такой, какая ты есть. Ты... То есть, есть же уже такие блогеры, которые не разрешают себя фотографировать где-то в публичных местах просто потому, что она все время себя тюнит. И думал, блин, как... Ну, ты... То есть, это вообще не ты ни разу. Ты аватар придумала. Абсолютно аватар придумала. И ты... Тебе нравится он, но тебе не нравится то, что ты смотришь в зеркало и видишь. А самое ужасное, я думаю, блин, и это уже происходит, когда приходят модели некоторые на фотосъемки. Я про это знаю, там, типа, решили там реальных женщин, знаешь, сфотографировать. Вот это красиво, вот это красиво, вот это красиво, вот это красиво. Приходят, а это не они. То есть, они... Ой, это лицо шире, глаза меньше, скулы, нос, еще что-то. И все такие... А там, как бы, делают вид, что это я. Ну, да, это я. И вот это... Ну, и фейсапочком посыпьте там сверху. Да, да, да. Ну, то есть, типа, подкорректировать. Вот это вот, конечно, шизофрения. А фотографироваться, то есть, не бояться любоваться собой. Это особенно для женщин, мне кажется, ну, это просто важно. То есть, научиться вот смотреть на себя и любоваться собой, смотреть, какая ты красивая. Ну, то есть, типа, наслаждаться этим отражением в зеркале, а не все время, как бы, ой-ой-ой-ой, я страшная. А вот эта вот красивая. И она такая красивая. И так бы хотела быть что-то вот подобное. То есть, разглядеть в себе красоту, потому что, когда я начинала фотографироваться, вот вообще все фотосессии, у меня в основном первые фотосъемки окривлялись. То есть, у меня постоянно... То есть, у меня защитная реакция, то есть, я не могла быть самой собой, потому что я не знала, кто я такая. Я вообще к себе не... Ну, не оперировала. То есть, типа, а я вот, если расслабленная, я некрасивая. Просто с обычным лицом, типа, нет. Мне надо обязательно что-то... Что-то поддавать и так далее. И мне всегда говорили, Ир, типа, изи-изи-изи. А я такая, да ладно, что вам? И все время какой-нибудь образочек взять. То есть, этот хамелеон, он как бы... Он во мне присутствует, но это не я. Ну, то есть, типа, это просто игра. И вот, наверное, когда иногда фотографу удавалось вот меня схватить вообще в спокойном состоянии, и вдруг ты такая... Вот помню Даня Головкин. Ты знаешь такого фотографа? Он в основном... Ну, фотограф, который... Все обложки самых таких крутых журналов, типа, как Волк и так далее. То есть, профессионал с большой буквы, и он очень круто работает с моделями. То есть, он всегда тобой восхищается. А мной не так много людей вообще восхищалось в плане внешности. И он просто такой... О, класс, 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 супер! И он не теряет вообще внимания. То есть, он все время на тебе. И такой, типа, супер, супер, супер! Ира, о, стой, стой, замри! Очень красиво, очень хорошо! У меня сначала... Я пунцовая была. Мне казалось, либо ты должен кривляться, либо очень сильно улыбаться. Ну, то есть, типа, все. А просто, если ты вот так вот сидишь спокойно и куда-то смотришь, и не в камеру, а просто смотришь куда-то, это, ну, что это, фотография? Это неинтересно. Это, ну, ты должен смотреть в камеру, ты должен как-то улыбнуться. А он всегда цеплял именно вот как бы спокойное лицо. И я, когда увидела себя спокойной, и мне понравилось это, я такая, блин, круто! Ну, то есть, я могу быть спокойной и красивой. И дальше, 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 чем больше я работала, то есть, зажимы чувствовала нереальные. Каждый раз, приходя на площадку, я прям, у меня был такой стрясняк, который я все время... Хэй, 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 танцы, шмансы, все. И ты, наверное, думаешь, они же думают, что пришла Ира Гермачева, а ты должна им дать? Да, я им должна дать еще, помимо того, что просто сфотографируют, да, еще какое-то настроение. Что они там расскажут друзьям? Ну, типа того или... Да, пришла Ира Гермачева, что-то вообще такая... Что-то она какая-то скучная в жизни. Вот, кстати, мне такое... Лицемерка. Кстати, мне такое даже бывало, говорили, когда я приходила, была в спокойном состоянии. Говорит, а все в порядке у тебя? Я говорю, да, все в порядке. Что-то такая невеселая. Что грустишь, да? Ты такая всегда веселая, такая интересная, а что-то сейчас ты такая... Я говорю, да нет, я просто спокойная. И для людей было... Я поняла, что спокойно у меня видеть, ну и как и мне самой было сложно это делать. Вот. И сейчас я просто понимаю, что я начала и только недавно кайфовать от фотосессий, то есть расслабляться, то есть позволять себе просто, знаешь, как бы... Не просто сидеть спокойно, а еще просто расслабляться и кайфовать, чувствовать свою женскую энергию. Ну, то есть, типа, чувствовать себя красивой. Не типа, вот тебя сфоткали, типа, смотри, какая красивая. Да, красивая. А еще внутри, когда это... То есть результат становится еще круче. Вот. Поговорили. Какая самая удачная у тебя фотосессия сейчас по твоим рейтингам? Парадам. Интересный вопрос. Присылаешь фотографам. Вот чтоб так же. И не хуже. Ну, вот в Киеве есть фотограф под ником Клевер. Ты недавно оттуда выкладывала, да? Много я выкладывала с ним работ. И он... Он очень так интересно работает со мной. То есть мы не чувствуем напряжения, и при этом он действительно вот прям восхищается мной и всегда думает о том, как бы меня еще по-новому раскрыть. Как режиссер. Знаешь, такой, типа, я тебя вижу так, я тебя вижу эдак. Мне вот кажется, там вот внутри тебя и вот есть... И он не... Вот, знаешь, он с тобой работает, пока не добьется портрета вот такого, которого не было еще. И при этом ты, как бы, типа, вот дает какие-то задачи. Ну, то есть это редко так работают фотографы. Ну, то есть он как олдскульщик немножечко. Но... А он руководит? Он говорит тебе, что делать? Или... Да, да, да. То есть всегда какой-то референс, например, хочу этого, хочу этого и этого. И дальше мы находим это настроение и дальше работаем. Я тоже не понимаю. Фотографы, которые работают и такие, ну, ты там давай, а я там посмотрю как-нибудь, да? Такое тоже бывало. Я так не люблю. Я считаю, что это командная работа. Абсолютно. Надо коммуницировать. У меня был момент, когда фотограф просто, знаешь, так щелкал, щелкал, щелкал. Щелкал, щелкал, щелкал. Вообще ноль коннекта. Вот ничего не говорил. То есть не нравится, нравится. То есть и ты так сидишь, типа, как... Да я... Ну, а если так буду сидеть? Ну, в смысле? Ну, как бы... В чем прикол? То есть ты пришел от работы. Ну, это такая... Это парная работа, да. Да. Командная работа, да. Командная. Командная, парная. Как сейчас у нас с тобой. Да, абсолютно. А как вам наш подкаст? Поставьте лайк, пишите комментарии. Здорово или все получается? Здорово или все получается? Ты была на диком спорте? Всегда. Ну, вот... Когда ты бомбанула? Угу. Да? Ты была прям на йоге какой-то, на чем-то. Ты была суперспортивная. У тебя суперспортивные плечи, руки. Это же, ну, не... Это же... Результат какой-то... Да, какой-то был момент, когда я ходила в фитнес, и, знаешь, типа, на три месяца я была с тренером и прям что-то какую-то нереальную форму вообще взяла. И у меня такое тело, оно долго ее держит. Это очень мне помогает. То есть я потом, знаешь, там полгода вообще не занималась спортом. Ну, поскольку еще театр, это физическая нагрузка в любом случае. То есть, ну, и танцевальные у нас спектакли были. То есть ты все равно держишь форму. Да, была форма крутая. А сейчас что со спортом? Сейчас я занимаюсь йогой в основной. части. Иногда занимаюсь просто такими тренировками, типа, там, фитнес-дома. Начала с 15 минут, потом начала чуть-чуть увеличивать время. Просто какие-то такие, знаешь, без гантелей, без всего, просто упражнения на выносливость, на кардио. Но я поняла, что мое — это йога. Вот йога, вот мое тело прям любит йогу, потому что оно... Я обожаю растягиваться, и оно себе классно чувствует, и тело, когда начинает растягиваться, и плюс мышцы начинают подтягиваться, входить в тонус. То есть я сейчас вот там пять дней подряд занималась йогой, и прям сразу уже чувствую результат. То есть у меня тело прям отзывается, оно быстро берет и такое, типа, окей, вчера ты не могла так сделать, а сегодня ты уже можешь это сделать. Вот, то есть йога. Так же дома? Дома, дома. Как можно что-то дома делать? Кстати, я тоже так думала. Для меня казалось, что вообще дома не та атмосфера, что это невозможно и так далее. То есть я такая думаю, ну только когда ты взял сумку, пошел куда-то, и вот там вот хотя бы те же самые 15 минут и подзанимался, вот это вот типа смена обстановки. Я сейчас поняла, что это тоже отговорка, это игры ума на самом деле. Это все такое, типа, откладывание в долгий ящик, потому что если ты начинаешь дисциплинироваться, вообще, типа, дисциплину вводить в свою жизнь, там, ложиться до 12, вставать, ну, пораньше хотя бы. То есть я вот сейчас в зимнее время иногда могу даже до 10 спать, но в целом я люблю вставать там в 8, в 7 утра. То есть я себя чувствую продуктивно. И если я трачу утром 3 часа дня на себя, там, помедитировать, вообще там что-то попроговаривать, какие-нибудь истории, там, типа, аффирмации и так далее. Ты это реально делаешь? Да, да, да. Научи меня. Гуру. Научи меня. У тебя же есть гуру какой-то там, да? Есть. Как там? Мастер. Мастер? Мастер, учитель. Ты его нашла или он тебя нашел? Это вообще он, она? Она, Анна. Вот. И как бы мы... Ну, наверное, я нашла ее через мою крестницу. Вот так вот. Да, и... То есть не было такого, что у тебя в директе пунь-пунькс, Ирина, вы такая, да... Вы не хотите к нам? Да, да. Да, да. Наверное, так тяжело быть, такой популярный, так много всего делать. Вам надо выдохнуть. Вам нужен гуру? Нет. Нет? Нет, такого не было. У меня просто к гуру такое отношение. Ну, это... Какие у вас отношения? Как это? Дружеские, абсолютно дружеские. Что такое гуру? Кто такой гуру? Кто такая гуру? Это не гуру. Это мастер. Мастер, прости. Мастер. Как это работает? Как это работает? В каких случаях ты с ней коммуницируешь? Что вообще происходит? Я коммуницирую с ней, ну, не каждый день. Ну, вот утром проснулась. Привет, мастер, пишешь? Нет, нет. Так не происходит. Мы уже... Ну, как с друзьями. Но ты же с друзьями не пишешь каждый раз, типа, утром, типа, что, как дела? Чирик-чирик, напишите все, как у вас, чего? Ну, то есть, это ровно то же самое. То есть, у меня... Просто из-за того, что мы встретились, получается, в 2016, по-моему, году. Вот. И уже 4 года прошло. И со мной очень большие изменения произошли. И в том числе благодаря работе с Анной. И для меня, ну, как бы уже Анна перешла в разряд друга, подруги, члена семьи. Близкий человек. Близкого человека. Вот, да. То есть, и мастера одновременно. То есть, я ее, как мастера, можно сказать, даже не знаю, неправильные слова какие-то там, почитаю, уважаю, вот это вот все. Это не... Благодарю, наверное. А респектуешь? Да, да, да. Если тебе поясни, что... Ну, короче... Серьезные темы? Короче, да, духовные темы. Очень серьезные. Очень много слов сказано. Я все еще не понимаю, что... Чем помогает мастер? Что она делает? Как это происходит? Как взаимодействие происходит? Во-первых, ну, допустим, если говорить про Анну, она все-таки, в первую очередь, мастер рейки. Сейчас дословно тебе не буду говорить, что такое рейки. Ты можешь погуглить, и все, кому это интересно, можете погуглить. Вот. Но это практика, в которой ты каждый день, если ты практикуешь это, призываешь, можно сказать, поток высшей силы, энергию в свою жизнь, чтобы просто повышать и вибрации в своей жизни, вообще рассуждать о рейки, это очень, как бы, не знаю, то есть ты, ну, просто вот ты вот утром встаешь, делаешь сеанс рейки, то есть и что-то начинает с тобой происходить. Ну, то есть ты это чувствуешь. Это энергетический поток. Это абсолютно энергетический поток, который ты ощущаешь. Умственное упражнение какое-то? Нет, нет, это абсолютно, ну, как бы... То есть я понимаю, что такое медитация, я знаю, что такое йога, что такое рейка. Рейки. Рейки, прости. Это практика. Ты призываешь энергию, и она к тебе приходит. Как? Чем? В смысле чем? Чем призываешь? Ты делаешь некие манипуляции, во время которых ты призываешь эту силу к тебе прийти и наполнить твой день. Какие-то манипуляции такие. Ну, это могут говорить, грубо говоря, только те, кто в этом, ну, точнее, не то, что посвящен между собой, ты знаешь, но это... Как? Это все-таки какая-то сокровенная история. Ну, то есть, типа, то есть инициация в рейке, она происходит. То есть тебе дают определенный ключ к тому, чтобы открывать эту дверь. То есть я тебе не знаю, насколько, кстати, корректно вообще просто людям рассказывать про это. То есть ты, в принципе, в интернете это можешь прочитать, но от человека, который обладает, ну, рейкист, я призываю просто поток, говоря определенные слова. Да. И у рейкистов есть три ступени, три категории. То есть первая ступень, и вторая ступень, и третья ступень, то есть там еще есть подступень у третьей, и потом третья ступень, это уже мастер рейки. Вот. Это... Вот так. И она мастер... Она мастер. Мастер рейки, да. Ира, что пишут? И еще мистик при этом. То есть это человек, который может что-то считывать, давать запрос. Ему могут... Ну, приходит как внутренний голос, типа, по этому запросу. Я пытаюсь не поясничать. Слушай, знаешь, я тебе скажу так. Реально, пытаюсь. Вот знаешь, это... И у меня получается. Это то, о чем мы говорили. Я не знаю, насколько в тебя это входит сейчас. Поп-поп-поп. Нет, я вообще человек интересующийся. Мне это все интересно. Но вот эти вот зажимы, о которых мы говорили, я не могу спокойно сидеть, не поясничая. А вот вопрос, почему? Да потому что я всю свою карьеру сделал на том, что я поясничал и отрицал любое проявление чего-то... Сверхъестественного? Чего-то вне зоны конкретно железобетонной логики. Ну, типа, могу пощупать, потрогать или что-то такое. Я, например, кардинально изменился в отношении к вере. Раньше я говорил там, верующий... Ха! Да, сразу злой был, да? Теперь я не то, что я уверовал в Бога. Я теперь этих людей прекрасно понимаю и уважаю. У нас был тут батюшка Павел Островский. Вообще бест. Я его посты читаю с удовольствием. Вот. И пытаюсь не поясничать, пытаюсь искренне понять. На тебя это хорошо влияет? Да просто моя жизнь вообще поделилась на до и после. Вот реально. То есть после того, как энергия рейки вообще вошла в мою жизнь. Просто я не понимаю, что это такое до сих пор. Да, ну ты понимаешь... Ира, может быть, что-то интернет нам сообщит? Интернет пишет, что это вид нетрадиционной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Да. Вот. Вот. Очень, кстати, структурно... То есть улыбаться сосочками, вот это вот видео знаменитое. Лечить руками. То есть ты прикладываешь руки к себе в определенных позициях. Ты можешь лечить другого человека. То есть излечиваются действительно очень серьезные заболевания иногда. Ну то есть сейчас я тебе, знаешь, это как... Короче, это происходит, это есть, это чудеса. И мы не просто люди, которые, знаешь, типа из крови и плоти сделаны, которые пришли в эту жизнь, чтобы что? Ну то есть типа мы умеем, я умею прыгать, я умею танцевать, я умею бегать, я умею готовить, я умею стирать, убирать и прочее, прочее, прочее. А еще я классный профессионал, а еще я там типа артист, а я еще и на трубе играю классно, и вообще со мной весело. Типа в этом заключается человек вообще, вот это вот чудо человеческое. То есть когда ты постепенно начинаешь постигать природу вообще, кто такой человек, ну то есть типа что заставляет все эти, не знаю, миллиарды атомов, частиц, из которых мы состоим, держаться, а не разваливаться. Как происходит момент того, что в какой-то момент из этого сперматозоида закладывается, то есть твой организм сам собирает внутри тебя человека, ты ничего не делаешь, ты пальцем не шевелишься, вообще не знаешь, как это сделать. Он сам собирает все нейронные связи, мышцы, поры, все клетки, вены, то есть закладывается еще так, чтобы это развивалось. Глаза, мозг, а в какой-то момент еще начинает биться сердце. И дальше это развивается. То есть у нас как бы это стало, знаешь, типа, кто-то, о, мы там забеременели, а кто-то типа, о, залетело. И как бы в принципе отношение к ребенку, ну то есть оно такое типа, ну, дети. А у меня это просто не дети. То есть мы живое чудо. То есть мы есть боги на земле, но мы частицы бога на земле, но мы соразмерны этому большому богу. И мы все здесь, ну, то есть это как, знаешь, это очень много сейчас разговоров о том, что мы все типа часть чего-то одного целого. Я это начинаю постепенно ощущать. Но я понимаю, что мы способны на самом деле настолько, и нас как будто, знаешь, там зазомбировали, типа, 3% мозга у тебя работает, чувак. 3%. Почему? У нас был здесь человек, который занимается мозгом, он сказал, что больше-то и не надо. Так вот, не надо кому? Ну, мозг. Я не спорю с тобой. Нет, вот понимаешь, вот в чем вся штука. То есть кто или как, почему так произошло, к чему мы там не готовы до сих пор, да? Типа мы постепенно, знаешь, как вылезаем, как из пещеры, такие, а, чё, люди могут видеть, слышать, чувствовать вне времени, лечить других энергий. Энергия, это всё из области фантастики. Я это пощупать не могу, вы все шаманы, ведьмы или ещё что-то такое. То есть типа, ну, это на самом-то деле, как бы чаще всего-то, я понимаю, что ты сталкиваешься именно с такой реакцией, то есть как бы из разряда, ладно, давайте, что там у тебя с фотосессиями, или давай поговорим на другую тему. Но для меня это уже часть жизни, и я действительно отношусь к тому, что, ну, то есть мы — это чудо. То есть чем больше я практикую вообще медитацию, практику делаю, тем больше я начинаю это ощущать. Иногда бывают такие, ну, можно назвать это приходы, в которые ты просто чувствуешь чуть ли не всю вибрацию в своём теле, клетке. Тут ключевое слово «чувствуешь». Я с тобой полностью согласен, что некоторые вещи в традиционной парадигме вообще не понять, потому что они устроены принципиально по-другому. Так они от ума. Ну, то есть очень много. А у нас ум-то довольно скуден, и наши представления и модели в мозге, они как бы не то чтобы применимы ко всему. Да, потому что некоторые вещи можно только почувствовать. Вот это вот то, о чём я часто слышу, что вот люди чувствуют единение со всем, вот это можно только почувствовать, каким-то образом как-то вообще. Но опять-таки, если тебе, ну, грубо говоря, это же всё как первый раз пугает. Второй раз уже ты, что-то я такое слышал, да-да-да. На третий раз ты такой, да, я слышал об этом, интересно. На четвёртый раз, типа, слушайте, я уже не первый раз это слышу, надо действительно посмотреть, да, что-то все об этом говорят, что-то я отстаю как будто бы. Потом ты на пятый раз, услышав об этом, там уже загуглишь и что-то посмотришь, потом ещё кто-то тебе скажет, ты такой, может, попробовать. То есть от момента того, что, типа, чё, до того, чтобы попробовать, на самом деле очень-очень короткий этап. Ты можешь даже все шесть не происходить. Просто люди, которые впитывают, интересуются. То есть я такой человек, я действительно интересующийся, мне интересно вообще познать, кто мы такие, почему мы такие, как можно себя развить, как можно стать более гармоничным, чувствительным, сбалансированным. Ну, то есть, типа, не рефлексировать, понимать, как прорабатывать какие-то истории, то есть, типа, даже тот спазм, который пришёл, как с помощью просто дыхательных упражнений и практики просто выдыхать это напряжение из себя. Ну, то есть, типа, как себя подготовить даже к чему-то, поговорить со своим телом, как понимать, что тело с тобой разговаривает, оно умеет. Я встречалась с теми людьми, которые могут конкретно разговаривать с твоим телом. То есть, ты так… То есть, я даже в какие-то моменты у меня бывает… То есть, я понимаю, что в жизни, в мире всё возможно. Телепатия возможна. В пространстве ты можешь перемещаться. На самом деле всё это есть. Просто этого так мало, что это пока ещё в разрезе как раз типа… Чё? Вот так. А когда этого станет много, нас перестанет это удивлять. То есть, мы сейчас находимся в том времени, когда всё чаще слышим осознанность, да, там, типа, практика, медитация… Этого не было лет 30 назад вообще даже близко. Конечно, этого не было. То есть, типа… Знаешь, как говорили? …бессознательный человек. Говорили, мозгоправый. Мозгоправый. Хочешь к мозгоправому. Да, чего ты там? А уж про психологов и психотерапевтов, ну, то есть, это уже всё нормально. Ну, то есть, в этом плане уже люди так, знаешь, как я говорю, вылезают и такие, типа, а вроде помогает, а вроде бы хорошо. Да я даже по текстам песен слышу, как люди молодые принципиально по-иному понимают происходящие эти моменты. Есть песня «Я в тебя вкрашила, стюрилась». Так она про дофамин, да? Она понимает, как это работает, что, да, как человек устроен. Люди интересуются. Я интересовалась всегда. Лет вот прям с двенадцати, с тринадцати мне было интересно вообще вот сначала психология. Вот тупо меня тянуло к этому. Я находила какие-то книжки. Я читала, типа, а вот человек сидит в закрытой позе. А вот человеку, если, типа, всё переставить на его сторону, ему станет неловко. А сидеть лучше спиной к стене или находить место. А если ты хочешь, чтобы человек чувствовал себя неловко, посади его как-то на открытое место. Даже, вот там, передача «Вечерний урган», да? Ну, типа, «Ваня сидит в суперпозиции». Ну, то есть, типа, это, как бы, расположение… Выше. А, выше. Б, закрыт по пояс. Ц, он сидит, как бы, прямо. Ну, то есть, он разговаривает с описедником, но при этом… А вы вот так, Костя? А ты, да. То есть, а, ты сидишь вот так вот, ты открыт, ноги открыты, всё открыто. И ты, как бы, смотри, у тебя два внимания, типа, у тебя зритель. Тут человек, и тут человек. И ты, как бы, на троих, и тебе всё время надо быть. То есть, ты всё время… Вообще, при всём уважении к Ивану и всем лейт-найт-шоу, это пройденный этап. Это всё не настоящее дурацкое общение. Ты не успеешь, там, нормально поговорить вообще ни о чём. Так нет задачи, там, поговорить нормально. Есть задачи. Ну, вопрос уже есть. Ну, расскажи, что у тебя происходит. Ну, потому что есть прецедент. Фильм вышел или ещё что-то. Перед тем, как поговорить про фильм, нужно просто поспрашивать, как у тебя дела и задачи… И уложиться во время. Так не работает беседа. Ну, естественно. Так это не подкаст. Это вот это подкаст. Вот тогда ты можешь посидеть, поразговаривать с человеком, раскрыть его или себя, или вообще, типа, что-то новое узнать. А в этом нет задачи. Есть задачи просто, типа, смешно пошутить в короткое время. Там играют в беседу. Ну, да, ну, к этому так и отношусь. То есть нет такого, что-то он совсем со мной там не поговорил, как-то ни о чём поговорил. Нет, прикол в том, чтобы просто подбивать шутки, что-то погремасничать, перейти быстрее к конкурсу, рассказать про какое-то событие, и цветы пошла. Как много у тебя с утра занимают твои ритуалы, твоя рутина утренняя? Знаешь, к сожалению, в последнее время полтора часа, просто потому что… Откуда ты берёшь это время? Просто потому что я встаю не в 7 часов утра, а в 9, там, в 9.30, иногда в 10. И поэтому у меня остаётся, там, типа, час-полтора. Вот. Но если я встаю раньше, то, конечно… То есть моё идеальное время, вот так, чтобы я не спеша всё сделала, то, что мне нужно, включая и, там, медитацию, рейки, поразминалась, позанималась, посозерцала, поела… Да и день прошло уже. Три часа. Нет, три часа. То есть меня занимают… И это бесценное время. Это вообще самое лучшее время. Это время, которое должен каждый человек найти в своей жизни. Потому что в этот момент ты начинаешь понимать, что ты хоть что-то, сука, сделал в этом дне для себя. То есть ты прям посвятил себе время своему. Вот тет-а-тет сам наедине с самим собой. Это дико важно. Вот я начала сейчас это прям ощущать, знаешь, как… Ну, огромную потребность, потому что дальше ты помчался. Ты уже там-сям, там-сям. То есть тебе может нравиться, ты встречаешься с людьми, ты коммуницируешь, это нормально. Но при этом ты всё равно, ну, уже не наедине с собой. То есть ты можешь побыть наедине с собой только в утреннее время. И это классно. Потому что и телефон молчит ещё. Да всё молчит. И ты понимаешь, что он не заработает. И уже, знаешь, типа 10 или 11 утра, а ты уже очень многое для себя сделал. И ты понимаешь, что ты вот прям полноценно готов начать день, типа… А дальше семечки. Вот так вот. То есть дальше, типа, ну, там то, всё сделаю, ага, там приеду. Даже если на съёмку. Неважно. То есть вот этот заряд первый, что ты для себя уже точно сделал что-то в этом дне и посвятил себе время, что ты не как белка в колесе, который, типа, только сделал, поспал, утром встал, потом опять поехал, поспал и всё вот это вот. То есть тогда эта жизнь вот просто куда-то уходит. Ну, это жизнь одинокого человека. Дам тебе глотнуть громко. Скажи, это роскошь так жить? Нет. Я тебя не пытаюсь пристудить. Нет. Я сейчас один живу. Знаешь, а я тебе скажу, что сначала у меня началось это, когда я была одна. И это просто невероятно круто. Ну, то есть, типа, я вообще вкурила, что такое одиночество. Я сначала его дико боялась, а потом такая, блин, да это лучшее вообще, что можно быть. Вот Ира, дай кулачок Ире, потому что вон у вас просто бест, человек говорит. За себя скажи, пожалуйста. Одиночество. Это лучше. Вообще, в пандемии я два месяца не видела ни одного человека. Это лучшее время в жизни. Нет, на самом деле, столкнуться с собой, вот побыть в одиночестве, я считаю, что это просто полезно и важно, особенно взрослому человеку. Ну, то есть, может быть, подросток не до конца, он еще там что-то. А вот взрослый человек, который особенно боится одиночества и не понимает, что это такое, ему нужны люди. Типа, кто-то говорит, мне обязательно нужна женщина. Я не могу без женщины. Вот мне надо, чтобы была женщина. Почему? И вообще, что такое одиночество? Ты реально один? То есть, с кем ты разговариваешь, когда ты один? Ты разговариваешь сам с собой. Вас уже двое. То есть, тебе самим собой интересно или неинтересно? Я сначала говорю, я думала, что я буду сейчас просто свихнуть. А как я завтракаю одна? А я себе хочу готовить вкусно или так себе? А я хочу себе прям красиво на тарелку положить все? Или мне вообще по барабану, я это делаю красиво только для кого-то? То есть, это был процесс. Потом я, когда, ну вот, просто начала там заниматься йогой, практикой, я прям ощущала вот эту неспешность, понимание того, что ты не впадаешь в ритм другого человека, ты не подстраиваешься, ты никому ничего не должен, ты не оправдываешься. То есть, ты весь день существуешь в своем ритме. Во сколько захотел, ты никогда не, типа, я приду, у вас столько-то, я там задерживаюсь, нет никакого отчета, ты предоставлен сам себе, это охуенно. Ну, то есть, просто вот великая штука одиночества. Но она засасывает. И в какой-то момент ты думаешь, типа, вообще, нафига мне кто-то? Да. Ну, типа, зачем? Но есть одна вещь. Ты с человеком, который рядом с тобой, ну, то есть, любимым человеком, да, у тебя никогда не будет такого опыта в одиночестве. Никогда. То есть, у тебя будет плюс-минус твой распорядок дня. Он иногда может даже превращаться в день сурка, который тебе даже нравится. Ну, то есть, типа, это неплохо. Но есть момент, знаешь, какой-то такой, как я в себе наблюдала, легкой такой, знаешь, вот как онемение происходит. Вот такое, знаешь, как атрофия чуть-чуть от реальности. То есть, ты становишься немножко даже чуть-чуть стерильным человеком, идеальным человеком сам для себя. Ты такой, типа, я и то, я и сё, я и пам, я и сям, я и с друзьями встречусь, всё такое. Я вообще классно, я кайфую. А потом, когда ты встречаешься с человеком другим, особенно другого пола, да, ты так, типа, опа. Не такой я идеально. Не такой вообще. Потому что сам себя ты до конца не узнаешь. Ты через общение с другим человеком понимаешь, где твои баги на самом деле зашиты. И кто ты такой на самом деле. Это при условии, что у вас здоровая коммуникация. Коммуникация, когда вы можете разобрать проблему, поговорить, поссорившись, прояснить отношения и в итоге прийти к какому-то консенсусу. И в итоге я сейчас понимаю, что лучше отношений ничего не бывает. Потому что на самом-то деле вся наша жизнь – это сплошная коммуникация. И только в коммуникации ты можешь реально вырасти. Ну, то есть, вот, по-настоящему для меня. Это для меня. То есть, кто-то может сказать, это тоже придумка. В чём вырасти, смотря. То есть, тоже я сейчас говорю, типа, по-настоящему вырасти. Что такое по-настоящему вырасти и что там. Это тоже придумка. Это сейчас тоже я фигню сказал. Но на самом деле, то есть, я понимаю, что мне в этом… Я живая. Я не стерильная. То есть, я начинаю наблюдать за собой. Во мне многое что всплывает. Я это прорабатываю. И постепенно, ну, я начинаю как бы видеть этот прогресс в себе. За счёт общения с человеком. И плюс, когда человек, который рядом с тобой, тебя искренне любит и тобой восхищается, ну, это такая нереальная подпитка. То есть, я не хочу всё время, знаешь, как бы опираться на человека. То есть, я выработала в себе самостоятельность с детства, наверное. Но при этом тоже, вот, знаешь, как бы, что такое быть женщиной. В том числе и находясь с мужчиной. Это позволить мужчине быть мужчиной. То есть, там, меня могут, знаешь, там, типа, феминистки или ещё кто-то, типа… Нет, я другой человек. Мне кайфово, когда мне открывают дверь. Мне кайфово, когда мне подают пальто. Я не умею этим пользоваться. То есть, для меня вот это вот всё время… Кнопку нажала, дверь открыла, сумки взяла. Давай помогу. Да что ты? Да какая разница, что ты? Я что, не могу нести тоже, как и ты? Да зачем ты всё взял? То есть, вот эта вот вся хрень… То есть, когда человек тебе открывает дверь, и ты так… Зачем? Ну, в смысле, я и сама могу открыть, понятное дело. Ну, я не инвалид или ещё что-то. То есть, что это за логика? То есть, я поняла, что… Я вообще не поняла этого тонкого взаимоотношения, мужско-женского. То есть, когда ты действительно предмет обожания. Предмет в хорошем смысле, блядь, слова. Объект. Объект обожания, да. То есть, когда ты понимаешь, что тобой человек восхищается, и ты ему даёшь энергию, когда он тобой восхищается. И при этом тебе кайфово, когда от тебя восхищаются. Это же вообще, это просто какой-то, не знаю, оргазм в квадрате. Ну, а обратно тоже нужно же тащиться от того… Естественно. То есть, не только позволять себя любить. Нет, позволять себя любить, позволять за собой ухаживать. Но при этом ты понимаешь, что когда ты позволяешь это делать человеку, он от этого радуется. То есть, он себя чувствует… Ну, ты ему позволяешь делать мужские поступки, а не отбираешь всё и говоришь, типа, «Эй, да ладно, братишка, да мы же с тобой вообще братаны-друганы». То есть, это тоже должно быть, но что такое вот быть женщиной рядом с мужчиной? И для меня это оказался вообще один из самых тяжёлых челленджей. То есть, я прям просто такая… Фак. Когда? Когда я встретила Антона, и мы начали встречаться, для меня просто я такая… Мною столько никто не восхищался мне, никто не говорил такие комплименты, давай поменьше, по-изи-изи-изи. А потом я постепенно понимаю, что, знаешь, я сама начинаю в это верить, я сама начинаю это видеть в себе. То есть, когда тебе человек говорит, ты такая красивая, ты там… А ты так… Ладно, ты это не ладно. Ну, ты это так часто не говоришь. Ну, как бы потом устанешь, или ты так уже говоришь это так на автомате. И всё такое. А ты понимаешь, что действительно, если человек любит тебя… То есть, многие… То есть, есть разные характеры, понятное дело, и для некоторых любовь – это поступок. Но вот про книгу, которую я сказала, типа «Пять языков любви», там это очень интересно. Вот мы начали её слушать, и так и думали, блин, да вот оно, да. То есть, мой язык любви – это а, тактильность, а б – это внимание. То есть, для кого-то поступок или помощь – это язык любви. А для твоего партнёра – это тактильность. И он должен понять иногда от обратного. То есть, типа, чего тебе не хватает. Мне не хватает, что он со мной не разговаривает. Или мне не хватает, что он мне… Он мне не помогает никогда. Или мне не хватает, что он не проводит со мной время. Или мне не хватает, что он меня… Вот не прикасается ко мне. А человек такой, да я не прикасаюсь никогда, я… Я такой. Я такой, да. Нет, братан, вот тут и начинаются эти компромиссы в отношениях. То есть, чтобы вкладывать… То есть, любовь – это, ну, это прям сосуд, это чаша. И вы вдвоём должны туда вкладывать, если вы хотите, чтобы этот очаг всё время горел. Потому что невозможно, типа, знаешь, как бы подпалить костёр. Он такой сначала яркий, такой «Воу-вау-вау!» У нас всех шарашит, просто нереально. Но поленчики, вот эти первые, они же начинают всё подгорать. И ты такой, да нет, всё тот же костёр! Чё-то ты не такой яркий. Ты был другим. Ну, то есть, вот начинается вот это притирание, узнавание и так далее. То есть, вот этот вот первый момент сходит, вот этот цветочный, как он называет, букетный период. А дальше ты должен подкладывать. Это работа! Конечно, работа! Вообще, самое лютое – вообще с неё не уйти. Это вот дети и отношения, ты должен всё время это делать. Да. То есть, если ты не хочешь, чтобы этот костёр погас, потому что на самом-то деле, ну, то есть, сойтись ты можешь с любым человеком в этой жизни. На самом деле. То есть, это просто позамечай, в чём он прекрасен, культивируй это, добавляй что-то новое, восхищайся от этого. И дальше, знаешь, как, грубо говоря, и любовь приходит. То есть, раньше вот эта вся поговорка, типа, стерпится-слюбится, я всегда не понимал, типа, в смысле стерпится-слюбится, что это за бред. Немножко вот стерпится – это вот как раз про некие там, типа, компромиссы. То есть, типа, время пройдёт, то есть, притрётесь, найдёте какие-то моменты, типа, так, он здесь вот это вот пока… Но и себя не предавать в отношениях. Это очень тоже важная штука. Потому что вот это вот вливание и мимикрия, то есть, типа, когда ты спрашиваешь сначала, а ты хочешь кушать? Хочешь пойти погулять? И думаешь, блядь, почему я не могу сказать? Я хочу есть, пойдём поедим. Или я хочу погулять, не хочешь ли со мной? Не хочешь, я всё равно пойду. Ну, то есть, типа, и никто никому не виноват, что, типа, я сейчас не хочу или ты там не хочешь. То есть, вот эта вот зависимость от человека. И я понимаю, что моя там некая, даже не проблема, но какая-то вот история, то есть, постоянная. Я впадаю в человека и начинаю жить его жизнью, его интересами. Это часто женская модель. И начинаю забывать вообще про себя, где я, чего я хочу на самом-то деле и так далее и тому подобное. Потом это, знаешь, накапливается-накапливается ещё. Плюс, если включится, вдруг вспомнится хорошая девочка и так далее. И потом тебе в один момент, типа, «Всё достало, не хочу ничего, ты урод!» Или ещё что-то. И так человек такой, «Чё происходит? Почему это сейчас произошло?» А ты так, «Да, я…» Просто я тогда вот не сказала, мне не понравилось потом это, мне не понравилось, когда ты тогда… Я же тебя спросил. Ты же сказала всё нормально. Ну да, я сказала всё нормально, чтобы тебя не обидеть. И вот это вот постоянно в отношениях, в том числе быть хорошим человеком, подстраиваться, не говорить правду, не быть искренним, предавать себя. То есть это ужасно. Ну то есть типа… И чем быстрее вы научитесь понимать, что из любого конфликта всегда есть выход, а не бояться этого конфликта, и из-за этого не разговаривать откровенно, и не говорить то, что тебе не нравится, и не всегда думать о том, что, знаешь, как типа «Моя воля, твоя неволя». Типа я сказала, что мне не нравится, теперь ты, блин, не делаешь это. Нет, ты делаешь так, как ты хочешь, а я просто сказала, что мне это не нравится. Но я озвучила то, что мне это не нравится. И пока так. А может, это поменяется. Даже я уже проговорила это, и меня не так это цепляет. Да, и потом ты примешь. Ну то есть все вот это становится по-настоящему честным. То есть быть честным в отношениях – это самое сложное. То есть сесть и поговорить типа… А самое главное, нужно понимать, что если ты сейчас где-то промолчал, то на основе этой ошибки будут сделаны еще несколько, и все, это баги пойдут. Вот промолчать – это самое ужасное. То есть вот, знаешь, некоторые говорят, ну что, вот из-за каждой вот мелочи что ли? Вот из-за каждой… Нет мелочей. Вот понять, что мелочей просто не существует. Не существует чего-то… Ну ладно, сейчас чего я? Нет, если тебя это задело, то не вырабатывай в себе эту атрофию, когда ты типа тут смолчал, тут стерпел, тут еще что-то. А потом, когда ты взрываешься, тебе говорят, так ты ж тогда нормально, ты тогда стерпел, ну тебе это было нормально. А ты говоришь, не нормально было. А что ты не сказала? Хотела быть очень хорошей. И признать, что ты не сможешь, извиниться за это не сможешь. Ну то есть это жесть. То есть в принципе, как бы мои отношения чаще всего строились, точнее заканчивались на том, что я сбегала из отношений. То есть я как бы становилась человеком, который бежит. И это был какой-то некий паттерн, который вот потом, разбирая в практиках и так далее, и так далее, и так далее, вообще поняла, что это не мое. То есть это считанное соотношение моих родителей. Это считанное с моей мамой. И ты как знамя, это просто, знаешь, мамы уже нет, а ты так, то есть подсознательно говоришь, типа, как будто с тобой фантом рядом, и ты так, а маме бы это не понравилось, а маме бы там вот, или бы ушла, или бы мама так из этого не стерпела, а мама больше всего этого боялась, или еще что-то. Ты это даже не проговариваешь. Вот чем весь прикол. Ты думаешь, что это ты. Ты так реагируешь. реагируешь. А на самом деле ни хрена, ну то есть типа, и нет, это было ее, или это было папина, или это было бабушкина, это их паттерн поведения, но это не мой. И понять, что это не твое, и понять, что ты взрослый человек, который может сесть за стол и разговаривать с человеком откровенно, а не убегать, как я делала, все свои отношения, то есть как ребенок. При этом... Это именно детская позиция. Да, да, да. Сбежать на проблемы, а не решить их. Не решить их, не решить, не сесть, не поговорить, просто типа, я убегу, и тем самым я себя спасу. А еще я лучше... Вот так. Да, 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 именно так. Не вижу, нет. Абсолютно. Так еще, знаешь, как поставлю какое-то клеймо, ну типа там, да, да, но все-таки человек неправ был. В смысле, блин, человек неправ? Всегда неправы оба, это стопудово, ну возьми свою ответственность за свой кусок пирога. Ну то есть типа, я поняла, что вот только сейчас я учусь выстраивать реально взрослые взаимоотношения. Мне 32 года, и я понимаю, что за всем стоит, ну как бы, все в последствиях вокруг, ты знаешь, как заминированное поле. Если ты такой, знаешь, типа, тут наступил такой, да, я знаю, что наступил, но я уже убежал, оно потом взорвется, и там, никого не убило. Да нет, оно к тебе прилетит. Антон классный. Да. Я вас хотел вдвоем позвать. Антон подумал, что это типа из-за уважения, типа, что вот я при нем тебя звал к себе, а я хотел просто вас реально вдвоем посмотреть, какие вы зайчики. Ну, правильно, что этого не произошло. Просто я к тому, что, во-первых, не так хочется много появляться в публичном пространстве вместе, во-вторых, знаешь, тоже такой есть момент того, что одно дело вообще быть собой, быть настоящим, быть искренним в моменте, это не так часто. То есть даже сейчас мы с тобой сидя, то есть мы можем там вспомнить начало разговора, да, и сейчас, и все равно ты понимаешь, что как бы стоят камеры, то есть все равно есть люди, то есть ты это где-то все равно ощущаешь. То есть по поводу типа фильтрации, не фильтрации того, что ты говоришь, ты все равно понимаешь, что ты типа даже темы, которые ты развиваешь, ты мог бы их пройти, но типа нет, я хочу их там развить и рассказать, да, там про себя. Типа тут я не буду там просто три слова сказала, как хотите, понимаете, мастер, рейки, гуглите. Ну, то есть все. То есть чтобы меня поняли, поняли так, чтобы не то, чтобы типа я была понятной, да нет, понятной, да, наверное, да, так и есть, чтобы я была понятной, то есть не поняли не так, то есть не сделали каких-то поспешных выводов. И я вот, я просто, знаешь, я начала понимать, что, ну, грубо говоря, ты там типа с друзьями дома встречаешься, уже немножко другая атмосфера. Ну, то есть ты, ты не со своим любимым, ты со своим любимым человеком, ты, во-первых, с себя начни. С собой быть собой сложно, с любимым человеком с собой быть еще сложнее, а кто-то еще приходит и еще сложнее. То есть ты там выдаешь, вот говорю, какую-то выжимку. Да. А если ты приходишь... Экспортный вариант отношений. Ну, и, понятное дело, социальные сети тоже, та же самая история. А если ты приходишь еще в какое-то публичное пространство, то есть оставаться самим собой, то есть не предавать себя и разговаривать откровенно, честно и открыто, это еще сложнее. Но все равно будет какой-то нюанс. То есть та, которая я без камер, будет отличаться от той, которая здесь. Даже несмотря на то, что сильно не буду отличаться, вроде бы. Я это в себе, вот знаешь, как это прорабатываю. То есть я прям, знаешь, когда я куда-то хожу, я прям вот максимально стараюсь... Я думаю, что это и не надо смешивать. Быть в моменте. Это не надо смешивать, и бесполезно это отделять, вернее, перестать это отделять, потому что мы в любом случае, выходя из дома, мы уже не мы. Мы персона. Мы типа экспортный вариант нас для мира. Ну да, оделись так, как нам хотелось бы, чтобы нас посмотрели. Многие люди на пандемии перестали вообще одежду покупать, и да, мы не для себя ее, пока, оказывается, покупали. Мы персоны. Все меняется. То есть я очень сильно меняюсь. То есть даже вот было интервью у Дудя, мы разговаривали про отношения, и все, и там типа, возможно ли... И все начали вот это, блядь, постить, типа, возможно ли простить измену? Я там, знаешь, типа, нет, я не могу там простить измену. И все там, знаешь, девушки, женщины такие, да! Невозможно это простить! Возможно. Вот сейчас? Сейчас. Уже прошло время, там полгода точно, и я такой, стоп! Чья это установка? Моя ли? Мне с ней классно жить вообще, вот с этим, с этой установкой. Оказалось, опять мамина. Была измена, то есть мама не могла простить, это все, знаешь, несчастье в лице, и так далее. То есть я потом просто поняла, а меня-то это разрушает. То есть я, а, туда энергию отдаю, я на этом акцентируюсь, и плюс я, я счастливо себя не чувствую. То есть я там где-то поставил, типа, я тебя никогда не прощу. Чтобы, что, что? Я реально вот так всю жизнь буду жить вот с этим, типа, я никогда не прощу? Это я? Я действительно такой человек, который может не простить? А я могу быть тем человеком, который может простить, и жить потом счастливо с тем же человеком? И я ответила недавно себе, да, могу, реально могу. И я такая, стоп, вот это да. То есть, как бы, произошло расчехление, то есть нужно понимать, на самом деле, ты ли это? вообще обижаться на что-то всю жизнь, это... Ну это вообще трындец. Так не должно быть. Это жестко, это ужасно. И самое главное, плохо-то ведь тому, кто обижается. Конечно. Всегда. И неприятно еще тому, кто на кого-то, грубо говоря, кому-то пустил эту потом стрелу. И мне, честно говоря, вот за вот тот момент в интервью... Ты была другая? Да, я была другая, но мне прям так, я такая... Вот почему я сейчас проговариваю, потому что я бы хотела бы, чтобы это было, значит, проговорено, что это не... К счастью, этот подкаст увидит 20 миллионов человек, это перекроет то, что да, и потом ошибки, сказанные здесь, ты перекроешь опять у Дудя снова. Либо мы вырежем какой-то кусочек и отправим Дудю и скажем, слушай, мог бы ты туда всунуть? Выложи у себя, пожалуйста. Да, да, да. Кстати. Да, кстати, да, почему нет? Юрец ко мне не идет, я его звал тут недавно, вот не идет. Почему? Не знаю. А что пишет? Что пишет? Стараюсь себя дозировать. Ну, вежливое... Это он... Вежливое нет. Да что он... Да нет, во-первых, какого хрена он должен сюда ко мне идти? Ну, я думаю, что наш Алла Верды, я же к нему сходил. Да? Ну, я был у него, да? Когда? А, точно, был, был. До тебя. Я вспомнила, я вспомнила, да, ты был, 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 был. Или как? Да, да, да. Это не имеет значения. Я у него был. Как бы, верни любезность. Ох, ты ж сукин сын. А я так считаю. Верни любезность мою. Я тебя из-за этого валян накрыл, а ты меня тут из-за этого валян накрой. Ты что, охренел, что ли? Мне досталось за то, что я вообще, честно говоря, сухим из воды от Дудя не выйти. Реально. Сухим от Дудя не выйти. Смотрите. Все те, кто к нему сходил, потом из-за того, что сверх внимание приковано к этому... Ты в черно-белом, и я... К этому, что ну пора раздеться. Шестой язык любви. Вот. Из-за того, что сверх внимание, и он такой провокатор, ты вынужден отвечать на какие-то провокационные вопросы, ты в любом случае ответишь как-то коряво, с костылем. Потому что мы живые люди, мы не идеальные. Ты имеешь в виду... Но у него неудобные вопросы это чаще всего политика. Нет, он просто... Понимаешь еще, в чем дело? Если ты это ты, то я не суперизвестный чувак. И вот, значит, я в Дудя, и, соответственно, для публики... Они же включили Дудя, не меня. Не из-за меня они это включили. Он опинион... Опинион. Опинион-лидер. Вот как он сказал, значит, так вот я должен думать. Он мне говорит, ты что самовлюбленный? Я так расстроился. Может, потому что это правда. А может, потому что он сам самовлюбленный. Да хрен его знает. И что ты... Не, но чаще всего ты предъявляешь или то, что тебя бесит в другом человеке, это твое отражение. Ну, то есть, типа... Я, кстати... Вот, кстати, интересная была тема. Меня долгое время раздражала Собчак. Вот как персонаж. Ну, то есть, типа, прям, блин, прям бесило. То есть, я такая, да какая она отвратительная. То есть, знаешь, вот как, типа, на Бузову тоже иногда там, типа, да что это она поет, да у нее там сиплый голос, вообще нет голоса, какого хрена? И так далее, и тому подобное. Вот у меня вот... И Бузовый так, знаешь, как бы... Как и все, знаешь, типа, да мы, конечно, никогда не скажем, что она нам нравится, мы же нормальные. Вот. И Собчак... Я вот прям помню, что у меня... Вот она вызывала реакцию какую-то. Блин, ты меня бесишь, раздражаешь. По-моему, такая, стоп. Когда я начала практиковать такую историю, когда ты должен разворачивать ситуацию, ну, то есть, пробовать, типа, тебя раздражает что в человеке? Ну, то есть, типа, то же самое это есть в тебе. То есть, просто, ты не хочешь на это смотреть. Что? И такая... Она хамелеон. А значит, там, где я предаю себя, то есть, я подстраиваюсь, перестраиваюсь, становлюсь хамелеоном, то, что меня в себе как качество раздражает. Ну, то есть, типа, что, блин, я там... Не я. I feel you. Ну, типа, я предаю себя. Да, да, там, типа... А тут хамелеонность ее, она просто возведена, как бы, в ранг просто такой... Это способ жизни. Да, и типа, и все нормально. А я это вижу и такая... Да, блин, она тут... Интервью, там, допустим, ну, не знаю, там, с Трояновой, она еще, не знаю, там, в костюме пасечника пришла. То есть, знаешь, там, типа, джинсики обычные, там, футболочка, кепочка. Хотя Троянова выглядела круче, чем Собчак. Видимо, она думала, что Троянова ее встретит, знаешь, в телогрейке, там, не знаю, и в трусах. Вот. И тут она там с тем, она там просто леди, у нее укладка, там, с актрисой какой-то, она тоже у нее, там, мейк и так далее. А там, с Варей Шмыковой, э, в худи, там, с тем же самым, господи, с Кукушкиным, тоже там, в худи. Ну, а это же даже и внешностью-то не ограничивается, и взглядами. И, там, ну, манерой, поведением, да, то есть, ну, как бы, но при этом я такая думаю, блин, ну, ну, это же, как бы, часть интервью, возможно. А возможно, я просто начала, знаешь, я такая думаю, блин, хорэ мне вот это вот табуировать, вообще в человека отправлять энергию. Стоп. Я разобралась, я поняла, что во мне откликается, что меня раздражает. И потом я такая думаю, да, блин, в любом случае, вот что бы там ни происходило, каким бы она ни была человеком, баллотировалась ли она там в президенты, а потом, типа, это все выяснилось, что это, как бы, фейк и придумка и так далее. Вообще, то есть, не нагромождать вот эти вот, знаешь, типа, ух, какая ты плохая, ух, ты продажная, ух, ты там такая-сякая. Хорэ, стоп. Баба работает, зарабатывает деньги, так-сяко, как бы, она, она, знаешь, я начала на нее смотреть, как на события, вот просто как на явление. Вот она, вот сейчас, прости, она для меня стала, вот из разряда раздражения, в разряд явления. Я на нее начала смотреть, думаю, вот это да. Она может мне нравится, не нравится, в плане, типа, знаешь, как бы, подхода или еще что-то, то есть, типа там, но, что-то хуже, что-то лучше, но она явление, бляха-муха, она добилась такого, несмотря на то, что там, все, что, но человек прошел жесткий какой-то вообще путь, который на ней очень сильно отпечатался, и я ее вижу, как еще, как и ребенка, в котором, ну, прям, действительно, там много всего напихано, и зажимов, и комплексов, по поводу и себя, и своей внешности, а вот вы против меня, а я вам специально сейчас буду все делать, вот такая я, то есть, типа, вот эта вот штука, то есть, вопреки, человек работает, и всегда делает что-то вопреки тому, что вокруг нее, и, возможно, ее это раздражает, и на самом деле обижает, и трогает, и не такая она бесчувственная, вот, но при этом, как бы, она из этого сделала себя, ну, вот такой образ создала, Бузова, и начала смотреть просто интервью с некоторыми людьми, которые меня, ну, типа, раздражают, и такая, типа, дай-ка я просто посмотрю, что она говорит, какая она, и тоже она ведь феномен, ну, тоже феномен, то есть, она, она прям, то есть, она такая, какая она есть, она этого не боится, и это вот, это-то и раздражает, потому что ты себе, блин, не позволяешь быть такой, какой ты хочешь, стерилизуешь себя, понаставил там себе ограничений, да, и всего, а тут человек, типа, как Боргерштерн, да, типа, я говорю, что хочу, вообще, я на вас зарабатываю бабло, и вообще, пошли вы все в жопу, я такой, и ты так, тварь какая, ну, блин, мне это нравится, то есть, ты все равно испытываешь, вот эти двоякие чувства, типа, и уважение, и одновременно, ну, он же, как так можно, это же, развращает нашу молодежь, да, что ты, что ты себя тут корчишь, какой-то, что ты, прям, ты тут, инстанция, тут, что за мораль, откуда у тебя такая мораль, собой занимайся, в себе раскапывайся, какое мне дело вообще, на самом-то деле, до того, кто, как, чем зарабатывает, добился успеха, ты хочешь добиваться успеха, добивайся, хочешь чем-то заниматься, занимайся, хватит вот это вот, впитывать энергию зависти, и бездарности, а вот тут он человеку и прозябает, ну, значит, он прозябает, потому что недостаточно работает, вот и все. Может быть. То есть, они пахари, они в любом случае, они не сидят на одной жопе просто, и ничего не делают. Как минимум, они пример работоспособности, есть с чем улучшится, я так про Бузову постоянно говорю, а про Собчак, у нее редкая профессия, она работает публичным раздражителем, публичным человеком. Чем-то похожа стратегия, Ким Кардашиан, и Канни Уэстер, они все, они уже, они уже к общественному мнению относятся, как к материалу, с которым они могут работать, и они захотели, вот так повернули общественное мнение. Но это язык провокации. Ну, то есть, это типа, ты все равно существуешь, все равно не можешь быть, на самом деле, самим собой. То есть, ты такой-сякой, такой-сякой, но ты не можешь быть самим собой. Это тоже ты видишь, и это тоже раздражает. То есть, это игра, вот это вот постоянно игра, то есть, я даже на самом деле, вот у Собчак начала понимать, что, блин, вот она начала делать эти все интервью, я смотрю, такая-думаю, и она все чаще и чаще про себя что-то вбрасывает, информацию, то есть, а я там то, а я там сё, а у меня там было то, а у меня так не нравилось, а у меня там чмырили, а там ещё, то есть, знаешь, как бы, ее там, не зовут с ней поговорить про жизнь, про то, какая она, и типа, я тоже человек, и я тоже живая, и вообще, у меня тоже, я тоже с собой разбираюсь, и, ну, ладно, давай о тебе, но сейчас обо мне ещё чуть поговорим, и давай о тебе, а у меня тоже самое, и я понимаю, что она себя всё равно очеловечивает, то есть, она рассказывает о том, что я тоже живая, только это никто иногда не слышит, просто за призмой, типа, ой, ну и стерва. Ну, как бы, это, в любом случае, результаты того, как она ведёт свою деятельность, в любом случае, то есть. Ну, да. И образ, который создался. Да. Образ, который она создала, и в котором она тоже застряла. И, видимо, сейчас она понимает, что она всегда, она будет вечной. Они очень, такие люди хорошо понимают, как работает общественное мнение, как его повернуть в нужную сторону, в нужный момент. Ну да. Да. Разобрали, всех разобрали. Всех разобрали. Ну, не всех. Не всех? Вопросики. Вопросики. Как тебе вообще у меня? Нормально? Хорошо сидеть? Нормально, да. По ощущениям, сколько мы сидим? Час двадцать. Ира? Час пятьдесят. Нормально. Посидим и сейчас ухожу. Да? Почему нет? Нормально. Насколько Ушкиным был? Три часа подкаст? А с ним что, может быть, меньше, блядь, подкаст? Любой звонок с ним, подкаст три часа. Ты с Никитой познакомилась недавно? Недавно. Мы с ним достаточно давно знакомы. Я стала апостолом его апостолом. Это они так называют помощь. Благотворительный фонд помощи. Да. Вот. Да. Ну, это вот Никита, несмотря на то, что он прекрасный чувак, но это тот чувак, который звонит, и тебе кукушкин звонит. Трижды подумать, отвечать или нет. Какое у тебя расписание там на ближайшие полтора часа? Не, ну я с ним как бы на самом деле достаточно юморной и жестко. Только так? Он не обижается? Он не обижается, он все понимает про себя, это тоже клево на самом деле. Меня прям дико радует. Он такой, да-да, ну, что тебе надо? Вот так, знаешь, разговор начинается. У него, я тебе говорю, у него есть два состояния. У него есть продуктивное состояние, есть деструктивное. Если он тебя повозил в продуктивном, то он сам там попрощается. А если в деструктивном, все, до свидания, капец. Слушай, а ты сказала мне, когда вы снимали Стаховича подкаст, что ты в последний раз снималась в кино год назад. Это вы что снимали? Это «Обратная связь». Следующий проект, который еще... Не-не-не, это вот... Он уже вышел? Да, вышел. Да. И когда у тебя следующие съемки? Не, еще нет ничего. А еще нормально сниматься раз в год? Скилл не теряется? Скилл? Скилл. В смысле? Скилл. Типа так вот, заплакать. Слушай, знаешь, я тоже сначала когда-то парилась по поводу этого. Я думала, что... Во-первых, я сначала парилась, что если ты не в театре, ты не артист. И ты потеряешь все мышцы, и они все атрофируются, и в театре постоянная практика. Но практика к практике рознь, потому что ты можешь участвовать в том спектакле, который тебе, допустим, не нравится, и ты там мучаешься, и так далее. У тебя наоборот... И нарабатывать себе другую практику, и вообще получить себе язву желудка. Вот. А в том плане, что меня тоже... Это тоже игра ума. Это все шаблоны. Это то, что типа... А-а-а! Давно не ездил на велосипеде! Я сяду сейчас и поеду на велике. Я возьму скейт. Если я на нем ездила раньше и научилась на нем кататься, я смогу на нем поехать. Я, может быть, какое-то время чуть-чуть там что-то... Ну все, я встану. То есть я тоже перестала вот этого бояться, момента того, что типа ты не снимаешься, у тебя сейчас мышцы атрофируются, ты не сможешь... Хрень все это собачья. Смогу в любой момент жизни. Пять лет пройдет, десять лет пройдет. Смогу. Главное, чтобы было интересно и классно. Мне кажется, сниматься... Организм сразу не пробивается. И надо раз в год. Слушай, и надо раз в год. И надо, слушай. Надо соскучиться. Соскучиться, полюбить материал. Как к любовнице пришел в кино. И первый раз. Каждый кадр целовал. И потом до свидания. Через год я тебя встречу с мандарином. Знаешь, я понимаю, что есть точная штука, что происходит. Это, знаешь, эмоциональное выгорание у артиста в том, в том числе. И, наверное, даже в первую очередь. И у музыкантов и так далее. То есть, когда ты, конечно, шарашишь нон-стоп, то и атрофия начинает появляться, и цинизм начинает появляться. Я это видела и в себе это наблюдала, когда я слишком много работала. Поэтому я поняла, что во всем таком нужна доза, потому что я люблю погружаться в материал и отдаваться ему полностью. И если ты тут отдаешься, то есть, ну, где-то ты прошляпишь. Ну, то есть, типа, либо в отношениях, либо еще где-то. То есть, ты себя растрачиваешь. И если это еще не классные проекты, такие, типа, ну, нормально, почему бы и нет. Вот я поняла, что тоже не стоит в это идти. То есть, кто-то там, окей, сейчас тоже прилетело, кто-то скажет, хорошо тебе говорить, это самое. То есть, опять, идите в жопу, все, не хочу перед командой праздноваться. Я считаю так. Вот. И, короче, практику ты не потеряешь, ну, то есть, точнее, ты не потеряешь мышцы. То есть, пока не пришел материал, не пришел, я буду заниматься чем-то еще. Ну, плюс еще, наверное, есть какая-то стадия подготовки к съемкам, где ты можешь вспомнить, как условно. Как читать. Как читать и играть. И вообще. Вообще, странная профессия актерства, да? Ты сидишь и ждешь, просто всегда. Нет, ты не сидишь и ждешь. Ты сидишь и ждешь. Где ты ждешь? Предложений. Нет. Да. Нет. Ну, ты да, я нет. Потому что тебя... Я не сижу и жду предложений, типа, о, когда мне предложат? Что, ты давно не предлагаешь? Погоди, погоди, погоди. Ты... Слово повезло, не знаю, насколько здесь уместно. Ну, допустим, кармически тебе повезло, да, стать человеком, который может выбирать. Если ты какой-то актер, вот такой вот просто актер, все, что ты можешь, это просто сидеть и ждать. Это тоже хрень собачья. И делать свою работу хорошо, но по сути дела... Нет, это тоже хрень собачья. Делать надо. Написан... Делать надо. Похоже на тебя человек. Очень многие люди, вот понимаешь, чем вся штука, это тоже ошибочная какая-то логика в моем мире. То есть, типа, когда люди начинают, знаешь, типа, ждать. Это вот, знаешь, как, типа, ждать от государства, ждать от твоего работоначальника, что заметят то, как ты классно работаешь и дадут тебе ту должность, которую тебе вот по достоинству. Тебя оценят по достоинству. То есть, это какая-то, знаешь, зараза-болезнь, вот психологическая. Типа, что ты ждешь, блядь? Что ты от кого-то что-то ждешь? Встал, пошел, работаешь, как папа Карло, на все 150 процентов и делаешь в кайф то, что тебе нравится. Если ты сидишь в театре и ждешь, когда к тебе придет какая-то роль или успех, а пока, ну, так, значит, ты либо не очень много работаешь, либо ты не в том месте вообще. Ну, то есть, просто оно тебе не нравится на самом деле, ты боишься в этом признаться и думаешь, типа, ну, как бы, мне страшно, страшно, действительно страшно менять работу, менять деятельность, уходить с работы. Но иначе ты можешь просто, знаешь, как этот узник Аскабана или как? Да. Остаться человеком, который ты будешь вот просто ходить и ворчать, что тебя недооценили, тебя недопоняли или тебя не увидели, не увидели, да делай, сейчас столько возможностей, да делай ты все, что угодно. Снимай сам кино, находи креативных людей, знакомься с АВГИКом, со студентами, придумайте, креативьте. Знаете, что на это уйдет время, чтобы сделать классный материал, как у нас было с Чиками. Три года прошло, чтобы это вышло. Три года. Даже там чуть больше у Эдика. То есть, это да, это большие энергетические вложения, но тогда ты сделаешь то, что тебе нравится. Но это не по щелчку не произойдет. А многие не хотят ничего делать. Понимаешь, хотят какой-то вот этой лаки. Типа, почему сейчас в социальной сети все туда лезут и хотят, хотят, хотят снимать, вылезти, выпрыгнуть, а я такой пранк сделал, а я еще круче пранк сделал, а ты видел, что этот сделал? Ну, ребята. Ну, то есть, типа, ну, нету этой волшебной таблетки, в которой, типа, всем вот сейчас вот, это просто, знаешь, как американская мечта, только она в социальных сетях. Вот, вот ровно. Что когда-то ты, блин, станешь голливудской звездой, артистом просто потому, что ты работал в кафе. И что-то меня не замечают, я хожу по кастингам, меня не замечают, но меня заметят, меня заметят, меня заметят, меня заметят. На это ты можешь потратить годы жизни, что-то не всю жизнь. Зачем? Поменяй вообще деятельность. Не зацикливайся. То есть не идет у тебя, допустим, иногда говорят, а что если долго не идет? Ты точно сто процентов туда отдал? Ты точно сделал все, что мог сделать? Если да, поменяй угол, отойди назад, как боксеры, знаешь, делают. Посмотри на что-то по-другому. Поменяй род деятельности. Ну, то есть, типа, даже, не знаю, начни лепить из глины. Что-то вот, ну, просто поменяй. Пойми, что гибкость, гибкость только так ты можешь жить в этой жизни, то есть, перетекая из одного в другое. Сейчас здесь кайфово, прет, идет, занимайся этим, но не утыкивайся, типа, не прет, не идет, не чувствуй драйва, но я же чувствовал, и чувствую, что там может быть. Нет, сейчас не так. Нет у этого драйва, нет у этого драйва снимать видосики. Ну и не надо. Я смотрел видео недавно на околонаучном канале, где они исследовали природу звука, трудолюбие, это я так думаю с таким звуком, это мой мозг издает, не рот даже, просто вылетает отсюда. Трудолюбие, взаимосвязь и удача. 50 на 50. Ты, естественно, должен работать, чтобы произошла удача. Да. Одно без другого невозможно. В редком случае просто удача произошла, и ты как-то вдруг взлетел. Как, например, с людьми-мемами. С другой стороны, они же не было трудолюбия там, то они мемами побыли и ушли, потому что трудолюбия нет. Короче, я вот не знаю, я считаю, что ты можешь 100% себя отдать любимому, любимому делу, которое вот оно здесь меня горит и разрывает. Не хочу я лепить. Да, да. Я хочу играть. Сами лепите, да. Но вот не случилось. Ну и знаешь, тоже вот, ну что значит не случилось? Что значит не случилось? Блин, не пришла роль та, которая все поменяла. А что ты ее сам не взял? А вот хороший вопрос. А я не хочу, я хочу ремеслом заниматься, не хочу идти в войны снимать. Допустим, человек рассуждает. А опять-таки, ну типа, почему? Ну типа, что за шаблоны? Честно. А, спустился в ад. Все так делают. А я сейчас что, я тоже буду в ТикТоке? Честно, я не понимаю, почему все, вот Никита Кукушкин может прийти в Инстаграм и сделать его нахер своим. Просто это будет сеть Никиты Кукушкина. Если он будет снимать смешные видосы, как он умеет, да, почему актеры вообще в массе своей не делают то, что они, чему они обучены? Потому что там самоучки, которые изображают эмоции плохо. И вот, пожалуйста, люди натренированные. Иногда, на самом деле, просто какая-то, даже не назову это гордыней, это просто, типа, немножко, ну вы что? Мы что, туда спустимся? Мы будем это делать? А кто-то еще скажет, а ты что, это делаешь? Или ты там же? Ну, то есть это, знаешь, стопэ. То есть, ну, как бы, это все шаблонирование, это все боязнь осуждения кого-то, ну, и опять-таки, предрассудки, которые ты там сам себе выстроил просто за счет того, что, типа, а что, мне все скажут, что я тоже, как и она, или как и он, начал снимать смешные видосы. И теперь номер два. Да, номер два, или номер 546 тысяч. Да. То есть, это, это, это немножко, вот, игра шаблонированность. То есть, это когда ты в одном загончике очень долго существуешь, а потом что-то происходит, типа, компьютер? Что это за, что за хрень? Нафиг нам компьютер? Мы сами можем все. Мы можем все! Компьютер дерьмо! Жги компьютеры! Ну, то есть, это вот, ну, то есть, время меняется, все меняется, и на самом деле, артисты, как никто, должны, как мне кажется, не то, что должны, но должны быть гибкими. то есть, типа, если ты в этом мире хочешь добиться успеха, ну, ты как бы, ты пойми, что сейчас вот такие вот правила игры, и ты сидя там где-то, ну, вариантов, что кто-то придет и заметит, как ты неверо... именно в этот день, именно в этом спектакле, где ты играешь именно ту самую роль, и еще так классно в этот день сыграл, что он тебя заметил, такой, надо запомнить этого человека. То есть, да, то есть, это такая вероятность одна на миллион. просто дело, дело, делать. Классно, если я все правильно понял, что ты вложилась своими деньгами в чик. Тебе... Ну, не всеми там, понятно, мы все в скваченную это сделали. не говорю, что все. В начале, в пилот, в пилот. Это вот так и должно быть. Я же что-то как поснимал, как режиссер, чуть-чуть, да, и все актеры немедленно хотят на пилоте тут же заработать. Я никогда этого не понимал. Ну, ты отдай свое время мне, мы все не знаем, что получится. Отдай мне свое время, чуть-чуть, да, если тебе более-менее нравится. Я постараюсь его максимально быстро и хорошо использовать, и тогда, когда у нас все получится, тогда мы и деньги заработаем. И это классно, что ты взяла его. Почему тебе понравилось? Тебе текст продал или тебе Эдик продал? Как это случилось? Нет, мы просто с Эдиком встретились на кастинге его проекта, ну, точнее, проекта, в котором он был режиссером, и дальше мы начали типа общаться, а потом меня не взяли в этот проект, и его потом, выяснилось, скинули, вот мы с ним переписались, я ему написала, типа, что там, как у вас там, если что, я готова с тобой когда-нибудь еще поработать, потому что это классный чувак, он говорит, а я не работаю, и вот мы встретились, и он мне сказал, у меня есть там две идеи, одна из которых была Чики, я прочитала, и мы сначала начали одну идею разрабатывать, думать, типа, как ее снять, где найти бабло, потом говорит, слушай, а если я свое бабло вложу, вот, может быть, тогда мы сразу и сделаем то, что нам больше нравится, Чики, вот, он такой, а давай, но мы все равно начали искать бабло, вот, и потом, когда мы, это дорого, дорого очень, да, вот, и потом, когда мы нашли, ну, то есть, в материал влюбились, то есть, понимаешь, и не только в материал, в Эдика, то есть, чтобы люди пошли с тобой работать за бесплатно, за идею, ты должен, эта идея, конечно, она должна по-настоящему, ну, как бы отозваться, когда ты скажешь, типа, чувак, я готов, я готов ворваться, или там, с тобой, вот, да, это круто, это круто, давай делать, давай, по барабану, я без денег, то есть, в таком случае, да, если твой материал так себе, и ты такой, типа, по дружбе, или там, ну, давай, ты поддержи меня, как бы, ну, там же может получиться, классно, а вдруг получится, это все хрень, то есть, как и режиссер, как и продюсер, то есть, это все профессии людей, которые должны зажечь, то есть, они, и сценаристы тоже, они зажигают огонь, который начинает разрастаться, если ты хочешь потереться спичкой и об другого человека, он такой, сейчас, ты загоришься, сейчас ты загоришься, и что-то не загораешься, то есть, это хрень, то есть, ты сам должен горящим подойти, сказать, тогда работает, конечно, только тогда работает, а ты, со-продюсер? со-продюсер, и так там и числишься? Нет. Почему? Да все уже обсуждено, я опоздал уже, история просто потому, а вот, Ира, а вот ваши смешные видео в инстаграме, давайте обсудим, а как вы начали? Как вы начали? Хотя до сих пор, иногда в каких-то интервью, бывают такие вопросы, я такая, ребят, ну камон, ну это уже не смешно, ну просто, вот, просто был не, ну, был конфликт, вот, в котором я решила поступить, так, как поступило, это выйти из ранга креативного продюсера, потому что не могла повлиять на то, что происходило, вот, в какой-то момент даже обиделась на тех людей, которые это, ну как бы сказать, спровоцировали, но, опять-таки, ходить обиженным и быть обиженным, это значит, типа, вы виноваты, а я нет, так вот, я точно в этой ситуации такой же соучастник, потому что, значит, недостаточно пробивала, недостаточно, знаешь, как бы, как сказать, не сделано на сто процентов, когда ты сделал не на сто процентов от себя, тебе очень легко обидеться и сказать, типа, это они плохие дяди, не слушают меня, да и пошли вы, вот пошли вы сбежать, уйти, вот так вот там хлопнув дверью и сказать, сами вы козлы, блин, это не по-взрослому, вот, и тоже за это стыдновато немножко, именно за то, что, ну, грубо говоря, я, да не то, что стыдно, нет, я вру, не стыдно, нет, не стыдно, не стыдно, просто так произошло, так произошло, да, я, наверное, не попросила прощения, как бы, единственное у людей, с которыми я вошла в конфликт, вот. Ну, тоже новая территория для тебя была? Да, абсолютно, да. И вошла во вкус продюсерский? Уже вложилась во что-нибудь поближком еще? Не вложилась, но все равно есть какая-то история того, что я понимаю, что, если что-то мне интересно, то в это хочется, ну, как бы, входить. Скажи так круто, ничего не было? Да, и вдруг появилось. И вдруг появилось, это же офигенная магия. Многие не понимают, как бы, что продюсер, что он сделал? А, он секс свел! Свел, помог, иногда даже вдохновил, сказал, если у тебя есть бабло, сказал, типа, а давайте мы просто пилот снимем сами, а потом его продадим или не продадим, отобьем деньги, а может и не отобьем. То есть, это всегда должны быть те деньги, которые ты понимаешь, что ты их не вернешь, стопудово, сразу. И в этом тоже, ну, ничего такого. Да. У тебя двое брата, папа, то есть, ты в такой... Мужской компании. Да, росла. Ты как вообще к мужчинам относишься? Сейчас прекрасно. Раньше не уважала, не уважала, и даже, наверное, как-то, конкретно, да, если назвать одним словом, я не уважала мужчин, то есть, я их презирала. Презирала. Внутри, где-то там, по-своему, по-всячески. Это спасибо как раз папе и братьям? Да, это спасибо всем, и маме в том числе. Да. Вот, и каким-то моментам в жизни. То есть, там же и страх, и презрение, и так далее, и так далее. На все это притягиваются люди, которые тебе это все дадут сполна, и ты скажешь, типа, да, вы все такие козлы. Вы все там, то, сё, и так далее. То есть, все равно ты, я говорю за себя, привлекаешь тех людей, которые, ну, к тебе, то есть, ты не можешь привлечь то, чего в тебе нет. Вот так вот. Ты можешь как бы это привлечь, но от тебя это просто отвалится сразу, ну, там не будет сцепки. Да, не распознаешь. Сцепка всегда происходит на одинаково заряженных частицах, то есть, иначе плюс на плюс, они, типа, что-то, что-то в тебе минус, ты его тянешь, этого человека, то есть, плюс на минус, плюс на минус сходится. самая осознанная беседа, мне кажется, за весь наш пакет. А с батюшкой? Батюшка говорил здесь, йоу, респект. А он, типа, молодежь, заходим в церковь, берем себе латте. Да нет, вообще, Павел Островский, ты не знаешь его? Это инстабатюшка, да? Ну, так получилось. Ну, так называют его. Он так себя не называет, точно, но просто он работает с тем, что есть. Если люди сидят в инстаграме, и можно, как бы, нести свои мысли там, где они сидят, а почему нет? Это правильно. Классно. Тоже вот, как бы, когда люди меняют свое, знаешь, вот это вот, типа, не-не-не, это, так, в смысле? Ты с кем хочешь разговаривать? Если ты хочешь с людьми разговаривать, с молодежью, все разговаривают там, ну, то есть, и все тусуются там. Ты уже, все в онлайне давным-давно. То есть, и говорить, что, типа, не-не-не, это, отрастить длинную бороду, вот, и запутаться в ней. Ты классная, Ира. Ты тоже ничего. Ну что, закругляемся? Давай. Давай. Ира, может, ты что-то хочешь спросить? Как женщина, женщина. Нет, я просто, когда в голове представляла этот подкаст, я хотела, чтобы он был такой. Вообще идеально все, я счастлива, очень хорошо. Даже вырезать ничего не надо. Да. Нет, не будем ничего вырезать? Ну, да, можно не вырезать. Я вам открою секрет. Когда ко мне всегда приходят гости, для того, чтобы они себя чувствовали свободнее и спокойнее, я им говорю, ты говори все, что думаешь. Даже о вещах, о которых ты плохо подумал, еще не успел сформулировать. Попробуй сказать у меня. И иду навстречу гостям, типа, если надо что-то, я вырезу. Ну, зачем мне это? Зачем? Чтобы человеку, чтобы человека клеймили, и он потом был несчастлив, что пришел кому-то в гости. Я опять про Дудя. Можно я закончу мысль про Дудя? Давай. Короче, в чем он неправ-то? Может, я законченный самолюбовник. Не мне решать, на самом деле, да? Но... Но это не так. Так я не его знаю. Ну, в смысле? А кто тебя знает, кроме тебя? Вообще, я себе нравлюсь. Что? Ну, арестуйте меня. Так нет. Он сказал, ты, самовлюбленный, не так ли? Я так считаю. Так не ведут себя люди. Ну, он спросил бы, ты не считаешь себя самолюбовным? Я бы там ответил бы как-нибудь тупо. Ну, давай пообсуждаем. И люди... Давай пообсуждаем. Я говорю об этом слишком часто, да? Меня это задело. Это моя травма. Травма? Я травмировал. Ну, потому что он попал в цель. Наверное. Просто сильно грубо это сделал. Да. И прилюдно, грубо говоря. Не в этом. Не в этом. Не плевать, что думает Юля Духа. Не плевать, что не думает. Не плевать. Ну, а Юра, нельзя так говорить. Но стали все так думать. Вот что проблема. А-а-а. Потому что он опиньен лидер. Сукин сын. А я какой-то хер там сижу. Не, вот в плане, знаешь, вот единственный какой-то момент, ну, мы с Юрой разговаривали, поскольку мы ехали там долго в машине. Вот. А разговор записанный был из семи часов в час только. Вот. Именно записанный. То есть, понятное дело. То есть, мы, знаешь, там натыкались на какую-то тему, типа, цинь, давай еще разок поговорим про это же самое. Вот. Ну, потому что это свободная беседа. Вот. Но мне, я все-таки прям просто говорил, говорю, блин, Юр, ну, отвали ты от людей, особенно от артистов в первую очередь. Вот именно от артистов по поводу вот политики и так далее. Ну, то есть, просто потому что зови политиков. Зови, блин, политиков. Почему у тебя не сидят, вот, я не знаю, там, люди из МИДа там или еще откуда-то. Вот с ними разговаривай про политику. Ты журналист. Ну, то есть, типа, всем, насаживать вот свое мнение, свое, и как бы, и все равно предполагая, что, типа, сейчас ты можешь очень неправильно ответить, как бы, чувак. Тебе нравится, что происходит в этом, в нашем мире? А? А может, ты меня еще спросишь, что мне нравится? А деньги тебе на фильм кто дал? Кушать или не кушать, мне нравится, что мне нравится. Я много тебе могу рассказать, что мне не нравится. То есть, вот этот вот какой-то момент, все равно в этом есть позиция над. Ну, то есть, в любом случае. То есть, ты, типа, хочешь сказать, блядь, ты кто такой, что ты, что ты, что ты себя корчишь? Кто ты такой, что ты мне рассказываешь про то, а как, как там надо, как не надо, тебе что это нравится, не нравится? В смысле? Ну, типа, что это такое? Ну, то есть, это твоя больная тема, это твоя история. Это твой невроз. Это твой невроз. то есть, ты вот на этом у тебя есть какой-то, знаешь, типа, повернутый пунктик. Раньше у тебя был вопрос про, типа, что ты скажешь Путину, когда он придет? А что ты, блядь, час не спрашиваешь, что ты скажешь Путину? Что ты этот вопрос убрал, а? А? Боишься, что Путин к тебе придет и скажет, что ты про меня слишком много спрашиваешь, я и каю? Ну, то есть, нет, никто не задает этот вопрос. В чем сила, брат? Да. В чем сила, брат? Согласен. Можно по-разному внести свой вклад. Обсудили, друзья. 20 миллионов просмотров. Забуксовали. Надо это в этот. Вот это вырежем. Не, не вырежем, наоборот, в тизер, в тизер, в тизер. Тизер? Максимально острой темой, это единственное, что может завести тех людей на подкаст. Твой. Но еще медийные люди. Ну да. А я, кстати, да, я страдаю, я страдаю, потому что... Отчего тут? Ну что я, я же хочу всю палитру людей. На звездах и артистах мир не сошелся, хотя они прекрасные люди. Да? Мне приходит врач, который гениальные вещи говорит. Его никто не спустит. Что это? Это, кстати, великая... Звезда. Это классная картина, она рисована руками. Я вижу. Вот. Известного художника. Я прям смотрю и думаю, что там такое. Мы даже думали его позвать на подкаст. Я, по-моему, даже об этом говорил. Но он не слишком известный, да? Ну, довольно известный. Его картины висят, между прочим, в коллекции Элтона Джона. И почему ты его не позвал? Пока еще вот тебя позвали. Надо этот все расчет. Пусть люди думают, что мой подкаст, ну, как бы, почитают известные люди. Тогда, глядишь, и неизвестные люди, как бы, кажется, что они тоже крутые. И знаешь, когда ты думала о том, что, когда вот начала вся история, все начали брать интервью, все стали подкастерами и так далее, и так далее, как и блогерами и так далее, вот, в какой-то момент у меня тоже началось такое, а что я-то сижу? Я же могу разговаривать с людьми, и, как бы, классные подкасты, наверняка, вести и так далее. И у меня была мысль о том, чтобы приглашать вообще только неизвестных людей. Ну, то есть, в плане, типа, просто из разных профессий, там, учителей, там, еще кого-то, ну, то есть, неважно кого, просто вот неизвестных людей. Да. Вот. Я поняла, что это утопия. Почему? Потому что человек неизвестный очень может зажаться перед камерой, ну, то есть, прийти куда-то, то есть, он с тобой вот так, тет-а-тет, ты разговариваешь с человеком, думаешь, блин, тебе надо, вот с тобой бы вот сесть и поговорить, и вот ты про жизнь. Есть разные неизвестные люди, есть люди, которые преподают, и они неизвестны. Даже те, которые, ну, как бы могут с тобой вроде бы, типа, откровенно поговорить, потом ты можешь очень сраться. Согласен. Но есть люди, которые, допустим, неизвестны, но не преподают. Они привыкли говорить. Они тебе еще... Ну, это тоже шаблон у меня в голове. Просто я, на самом деле, не очень хотела этим заниматься. Нужно было заканчивать 15 минут назад. Мне кажется? Да? Да. Не важно расстаться просто. Может быть, это и есть шестой язык любви. Подкаст. Шестой язык любви – это подкаст. Круто, я придумал. Пока. Пока. Мы сделали это. Спасибо, что пришла. У-у-у! Ау-е! Субтитры сделал DimaTorzok